Чёрное зеркало В студии программы её ведущая, ваш покорный слуга Евгений Киселёв, как всегда, мне помогает Алексей Лихман, ведущий программы «Подробности». У нас здесь собрались гости, как всегда, здесь и политики, представители разных фракций, заседающих в Верховной Раде, политологи, общественные деятели, журналисты. Одного человека хотел бы представить особо. Кстати, на днях исполнилось 100 дней после того, как Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области. И одной из самых обсуждавшихся живо в обществе решений Саакашвили было назначение его заместителем Марии Гайдар. Мария у нас сегодня в студии, давайте её поприветствуем. Аплодисменты. Очень часто априори отношение такое, мягко говоря, враждебное. Но я вам должен сказать, что я знаю Марию много лет, ещё, простите, Маша, с тех пор, когда вы ещё девочкой были. И в то время я представить себе не мог, что вы когда-нибудь будете заместителем губернатора большой области в Украине. Но я скажу, что вот это слово «мажор», «мажорка» абсолютно в данном случае неуместное, неприменимое, потому что вот сколько я Машу знаю, она всегда стремилась быть сама собой. Я хочу доказать, что она не просто дочь знаменитого отца, занималась с малых лет журналистикой, общественной, политической, оппозиционной деятельностью, работала заместителем губернатора в одной из российских областей. И вот сейчас она в Украине. Маша, вы украинское гражданство всё-таки получили или нет, потому что были на эту тему кривотолки? Украинское гражданство я получила, мне президент вручил паспорт. Не все это видели, я просто ещё раз хочу уточнить. Мария Гайдар, гражданка Украины. Но следующий вопрос возникает в этой связи. А центр жизненных интересов у вас где находится? Потому что, знаете, есть такое понятие, в том числе и в международной практике. А где центр жизненных интересов? Семья ваша где? В Одессе. Муж и дочка моя все в Одессе. Дочка уже пошла в школу, учит украинский язык. А вы украинский язык учите? Учу, да, я учу. Я сейчас читаю уже на украинском. Выступала недавно. Даже выступали? Ну да, на медицинском конгрессе. Сложнее всего говорить. Говорить очень сложно, да. А говорить... Говорить не сложно, правильно говорить сложно. Правильно говорить сложно. Это верно. Ну хорошо, о ваших одесских делах мы ещё поговорим. А сейчас я хотел бы напомнить всем, что сегодня в Киеве открылся 12-й уже по счёту Ялтинский форум, или как он полностью называется, форум Ялтинской экономической стратегии. Ялтинский форум, увы, уже второй год проводится не в Ялте, а в Киеве по понятным причинам. Этот форум организует один из богатейших людей Украины, Виктор Пинчук. И так сложилось, что вот это мероприятие, куда приезжают известнейшие политики, действующие, отставные президенты, премьеры, министры иностранных дел, те, кто формирует общественное мнение за границей, известные журналисты, политологи. И там не буду перечислять всех, и в этот раз очень многие собрались. Вот не знаю, чем у нас закончилось выступление Дональда Трампа. Выступал сегодня Дональд Трамп по телемосту, а ещё продолжает, вот мне подсказывает. Это само по себе чрезвычайно любопытное событие, потому что Дональд Трамп, как, наверное, большинство здесь присутствующих знает, это человек, который является одним пока что из фаворитов предвыборной гонки, пока определяется, кто будет главным кандидатом от республиканской партии. И он, кстати, очень жёсткий критик России во всех вопросах, связанных с ситуацией вокруг Украины. Вот здесь у нас присутствует Григорий Михайлович. Вы, наверное, во всех форумах принимали участие, начиная с первого. Как вам кажется, вот, ну, дай бог, если бы многие здесь ошибались, но всё чаще высказывается такое мнение, что некоторые усталости и разочарования наступают и у европейцев, и у американцев, из-за того, что реформы в Украине идут не очень быстро, из-за того, что не оправдываются те большие ожидания, которые возлагали и европейцы, и американцы на перемены, когда только произошла революция на Майдане? Как вы считаете, есть такое? Ну, ощущение такое есть, и усталость может возникать в силу разных причин. Это был, это 12-й форум, 12-й раз он проходит в Украине. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, это первый форум, если посмотреть на список выступающих, нет ни одного действующего главы государства, другого государства, нежели Украина. О чем это говорит? Это может говорить о многих вещах, возможно, заняты другими проблемами, и в этом есть часть истины, которые возникают, и Украина не находится в сфере жизненных интересов в руководителях тех держав, которые обычно приезжали в Украину, в частности, это касается и соседних с нами держав, стран-членов Евросоюза, балтийских стран, но не только. Возможно, это связано с тем, что ситуация здесь непонятная, и существует понимание, что конфликт, вооруженный конфликт, война, как называют без обвиняков его в Украине, подступил к такой черте, когда или он может быть разрешен, но непонятно, что для этого нужно сделать, или он затянется и примет какие-то формы. Тема, которая звучала сегодня, что Украине нужна помощь. Тезис, который звучал в связи с этой темой, мы готовы такую помощь предоставить, но мы хотели бы видеть, что эта помощь идет на то, что называется реформы реальные, а не реформы в риторике. И по-водимому этот семинар, эту конференцию от предыдущих, отличая, что тема коррупции, возможно, звучала сильнее, чем многие прежние годы. Причем коррупция с точки зрения того, что есть интерес бизнеса, есть инвестиции, которые могли бы прийти в ту часть, которая не затронута конфликтом. Но именно коррупция, которая является системной, не позволяет это сделать. Михаил Саакашвили это увидел на своем опыте начальной стадии, будучи главой администрации в Одессе. Но то, что увидел Саакашвили, видят и украинцы. И в данном случае, я думаю, то, что будет после этой конференции, покажет, насколько эта усталость вызвана причинами, которые лежат за пределами Украины, а они есть. Это кризис сейчас в Европе в связи с беженцами. Это кризис, который связан с экономическим серьезным спадом на мировых рынках. Или все-таки эта усталость главной причиной имеет то, что не ощущается тут того динамизма, который должен быть для того, чтобы добрая воля помочь, опиралась еще на рацио, что эта помощь действительно даст конкретные результаты. Вы не думаете, что многие на Западе пришли к выводу, что Украина такой вот, не хочу никого обидеть, такой вот вечный экономический неудачник? Ну, знаете, ничего нет вечного. И в данном случае, тема, которая звучала, она несколько приелась, что если Украина будет success story, успехом, поскольку это большая страна, относительно большая страна, то это будет иметь влияние не только на маленькие соседние страны, такие как Молдова, например, или страны на Кавказе, но и в том числе на Россию. Ну да, Карл Бильд сегодня об этом сказал, что если будет история успеха в Украине, то это и на Россию повлияет. Но в то же время, когда речь шла в кулуарах, какие успехи в реформах реальные? Ну, как правило, все называли, ну, возможно, это начало реформы дорожной полиции, ГАИ бывшей. А дальше начинались проблемы, а какие еще успешные реформы удалось осуществить, чтобы они были воспринимались как реальную реформу, которую можно ощутить, которую можно ощутить на своем кармане, которую можно ощутить на стабильности. Сейчас, когда проводятся опросы, социологи отмечают, что на вопрос, какие первые слова вам приходят на ум для того, чтобы описать ситуацию в стране? Первые три слова, знаете, какие? Какие? Очень интересно. Страх, хаос, бардак. Это украинцы говорят. Это украинцы. Страх, хаос, бардак. И когда задают вопрос, а что нужно сделать? Как это изменить? Первая тема – это порядок. Но очень интересный нюанс здесь. Порядок обычно в предыдущие годы означал какая-то сильная рука. И все. Сейчас порядок в интерпретации, когда фокус-группах спрашивают, а что вы понимаете по словам порядок? Говорят, верховенство права, закон, который реальный и действует. И когда закон применяется не избирательно, а все равны перед законом. Вот это очень важное наблюдение, которое говорит, что общество после Майдана, сейчас, даже не связывая это с Майданом, фактически уже дозрело для того, чтобы отличать, что такое реальные реформы, а что такое реформы только лишь на словах. В этом наш шанс. Вадим Карачев, пожалуйста. Я вернусь к истории успеха, но если говорить о восточно- и центрально-европейском успехе реформ, то реформы были четко завязаны на евроинтеграцию. Это не были просто абстрактные реформы. Так была цель, была политика Европейского Союза, была финансовая структурная помощь. И это, конечно, динамику придавала реформа. Здесь же этого нет. Вот правильно вы так сказали, усталость или разочарование. Я бы сказал, и не то, и не другое, а некая рутинность. Украина становится рутинной, рутинное отношение к ней. А с другой стороны, некоторое смятение умов. Вот что делать дальше с Украиной? Потому что мы не слышим уже таких оптимистических заявлений о том, что Украина будет членом Европейского Союза, членом НАТО, потому что много сегодня в экспертной среде западной. Ну да, даже конкретное обещание про предвизовый режим. Да, да, мост между Западом и Востоком, финляндизация, нейтралитет и так далее. Причем это говорят эксперты высокого уровня, а вот на власти Германии или политики, высшие топовые политики Германии об этом говорят в открытую. Поэтому сейчас, конечно же, если мы не будем демонстрировать вот эту нацеленность на европейский выбор, на европейские реформы, на еврореформы, то понятно, что это смятение будет только усиливаться. Так что здесь, конечно, многое зависит и от нас, и, конечно же... Вадим, но в этой связи очень примечательный был ответ на вопрос бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Расмуссена. Когда ему дали, какие три вещи вы считаете самым главным для того, чтобы реформы были успешными? Он ответил очевидные вещи, но которые не совсем понимаются. Первое, это четко понимаемая цель. Куда мы идем? И чего мы хотим достичь? Третье, второе, это план, шаги, которые мы должны сделать в определенном порядке и с определенной скоростью, чтобы не потерять темп, чтобы достичь этой цели. И третье было очень важно. Объяснять людям, почему мы делаем это, почему мы не можем сделать это и что мы делаем для того, чтобы достичь сегодня, завтра, послезавтра. Его было заключение, что в Украине, к сожалению, люди не понимают, что и почему делают. Что такое реформы, что они от них получат и почему, когда говорят, что нужно затянуть пояса, я хочу повторить вопрос, который был задан в свое время Виктору Януковичу на одной из пресс-конференций немногих. Почему, господин Янукович, вы и ваша семья живете все лучше и лучше, а люди живут все хуже и хуже? Буквально две вещи. Что помогало европейским и центральноевропейским странам? Это национальная консолидация и терпение лишения реформ ради независимости. Все-таки в Украине этого нет, потому что люди больше обращают внимание на потребительские вещи, на экономическую ситуацию, на социальные стандарты. И еще один момент. Слишком крутой разворот, потому что фактически Украина меняет сегодня торгово-экономическую и политическую географию. Сразу переориентироваться с российских рынков и компенсировать это европейскими рынками только в рамках зоны свободной торговли очень трудно. Только сельское хозяйство пока еще помогает Украине как-то держаться. А что делать с крупной промышленностью? Что делать с индустриальными гигантами? Где искать новые рынки машиностроения, самолетостроения, космические рынки и так далее? На это, к сожалению, вопроса нет. Ни украинской власти, ни у наших западных партнеров. В частности, сколько нам ждать? Юрий Бойко. Словно просит лидер фракции оппозиционного блока Юрий Бойко. Вы знаете, действительно, вот такие форумы, это очень важное событие для страны. И они проходят уже 12 лет. Это, как бы, знаете, это такой взгляд со стороны на ситуацию внутри у нас, со стороны европейского сообщества и вообще всего мира. Причем, несмотря на то, что, как правило, и сегодня вы сказали, что не было политиков действующих, но даже основные политики, они в целом выражают мнение европейцев и мира о том, что происходит у нас в стране. И очень четко было видно, что если в прошлом году слово реформы воспринималось на ура и все ждали, что вот они вот наконец-то объявили и дальше пройдет практическая реализация, то сегодня четко видно, что Европа просто захлебнулась своими проблемами и видя, что нет конкретного результата со нашей стороны, со стороны внутренней политики нашей, вот эта вот усталость уже чувствуется. И в выступлениях она явно сквозила, и в куларах тоже. Поэтому дело в нас, дело в том, как мы будем развиваться, как мы будем развивать экономику, как мы будем бороться с трудностями, приходить к миру. То, о чем сказал мой коллега Вадим Киселев, а не в том, как они будут. Хорошо, Киселев здесь. Киселев это я. И причем Евгений Киселев. И, конечно, вот эти панели, которые сегодня проходят, ключевой момент, давайте что-то наконец-то начинайте делать. Давайте переходите от слов к делу. Ну хорошо, а что нужно делать, на ваш взгляд? Ну, слава Богу, что у нас заканчивается военный конфликт, и слава Богу, что прекращается стрельба и прекращается стрельба. Ну, мы надеемся. И мы все будем работать на то, чтобы это произошло. И на первое место по проблемам в стране, естественно, входят проблемы экономики. Ведь мы сегодня находимся в ситуации, которая сходна в какой-то степени с ситуацией, в которой была Америка в период Великой Депрессии. Прошло 100 лет назад почти, 30-е годы, та же самая колоссальная безработица, та же самая неконтролируемая валюта, та же самая банковская система разрушенная, не вмешательство государства в рынок, так называемый, чему это привело. Ибо Америка выходила, и нам придется выходить. И вот эти экономические вопросы, они сегодня становятся на первый план у нас в стране. Нам придется делать то же самое, что сделали американцы. Нам придется делать те же общественные работы, это программы «Новый курс». Нам придется объяснять людям, что надо восстанавливать инфраструктуру и задействовать безработных на этой инфраструктуре. Нам придется вмешательство государства в дела рынка увеличивать. Нам придется стабилизировать национальную валюту. То есть все то, что делали они. Нас все к этому подталкивают. И сегодня мы стоим на пути, когда нам нужно будет решаться и это делать. Экономика выходит на первое место. А вот, кстати, Андрей Бенверский просил слово. Я хотел бы чуть более оптимистичный взгляд бросить на существующее положение. Но, во-первых, Украина в коем случае не обделена вниманием мировых лидеров. Давайте, две недели назад, чуть больше, состоялся визит президента и общения с Ангелом Меркель и президентом Франции Франсуа Ланна. Это в рамках, потому что есть нормандский формат. Понятно, да. Вот только что состоялись контакты очень-таки плодотворные с руководством нашего парламента и европейского парламента. Значит, готовится сейчас обмена визитами с Польшей. Поэтому, на мой взгляд, здесь как раз все в порядке. В отношении реформы, знаете, я думаю, тоже такие вот точки роста можно заметить. Это и такой очевидный пример с полицией нашей дорожной. Есть сейчас, начинаются реформы и избрание новых прокуроров региональных, там, таможня, границы начинают. Вот. И я бы хотел обратить внимание на то, что вот экспертом, да, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы и украинцы видели эти точки роста, а политики, от которых зависят эти реформы, превращали их в настоящие победы. Вот я уверен, тогда у нас все будет в порядке. Я только одно вопрос. Еще бы немного конкретики, когда это будет. Вы знаете, вот люди получают платежки, так, они в шоке. Вот это точки роста реформ. Понимаете, коммунальные тарифы, когда зарплаты падают, люди нищают, беднеют. Отсюда и популизм растет махровым цветом в этой стране. Когда у нас появилась вот эта маршал Гречка, я сказал, там, где есть армия бедных, всегда появляется маршал Гречка. Так вот. На следующей неделе рассмотрим. Нет, так это популизм растет из этого. Понимаете, вот вам точки роста. Когда люди получают платежки, они смотрят. Ужаси. Вы общались с простыми людьми или нет? Я каждый день общаюсь с простыми людьми, со своими избирателями. И говорим и про... На следующей неделе рассматриваем 10 миллиардов гривен. Тех денег, которые, кстати, после успешных переговоров с международными нашими кредиторами образовались. Таких надо было на субсидии. На субсидии. На субсидии. А не вот так вот всем давать, а лишать зарплаты. Во-первых, на субсидии запланировано в бюджете, проголосованные на казначейские счета присутствуют 24 миллиарда гривен. Здесь сейчас за счет экономической реформы, да, ну смотрите, каждый регион получил дополнительно за счет децентрализации. 5-6 долларов на человека. Значит, каждый регион за счет децентрализации экономической, да, получил не менее 1 миллиарда. Каждый регион Украины не менее 1 миллиарда плюсом к бюджету получил. 10 миллиардов, которые коснутся 12 миллионов нашего населения, будут распределены на следующей неделе. Это те деньги, которые заработаны. А вы не боитесь, что прежде чем это будет распределено, начнется... Ну там 5-6 долларов на человека распределены. Я думаю, что не произойдет, потому что сегодня выделили только 863 миллиона. Вот из 24 миллиардов сегодня выделили только 863 миллиона. А в Киеве вообще анедотическая ситуация. Субсидии по покупке жирного газа выделили аж на 4 семьи. 3 получили, одна еще на подходе. 4 семьи. Поэтому очень большая проблема. Это надо не соответствовать совершенно. А что вы говорите? Большая ошибка. Ну хорошо, вот сиди. Я не думаю, что жены вас. Я хотел бы вот о чем спросить, господа. Смотрите, Юрий Бойко сказал, что вот уже как бы мир устанавливается, вот война заканчивается. Мы не торопим события. Я хотел бы сейчас с этим вопросом обратиться еще к одному нашему гостю. Здесь рядом со мной сидит очень известная российская журналистка, главный редактор одного из последних независимых, оставшихся в России независимых средств массовой информации, журнала «Нью Таймс. Новое время» Евгений Альбац. Вот микрофон, его включать не надо, он уже включен. А вот скажите, можно ли ожидать от России того, что, от Путина того, что он там, грубо говоря, отъедет от Украины? Потому что, ну, я не представляю себе, как может установиться мир, если Россия не перестанет продолжать ту политику, которую она до сих пор продолжала. Во-первых, Евгений Алексеевич, я хочу поблагодарить вас за приглашение. Мне очень приятно здесь быть. Приятно быть в Киеве. Я люблю этот очень город. Теперь, что касается вашего вопроса. Мне кажется, что Владимир Путин не очень понимает, что ему дальше делать на Донбассе. Собственно, надо принимать решение. Либо Россия перестает инспирировать там войну и, как вы говорите, отъезжает, либо ей надо принимать на себя финансирование Донбасса. Учитывая, что на российский бюджет и так неожиданно легли 4 миллиона жителей Крыма и Севастополя, а российский бюджет трещит по швам, конечно же, никакой возможности взять на собственный кошт еще 7 миллионов, если не больше, жителей Донбасса, у России возможности нет, особенно в сегодняшних условиях. Так я понимаю, что Путин сообразил, что идти дальше на Мариуполе, брать Мариуполе у него сил нет. Россия находится под санкциям, страна изгой, бизнесы просто стонут от того, что они не могут получить перекрадитование, бегство капитала из России за 2 года к концу декабря будет 250 миллиардов долларов, девальвация рубля в 2 раза как минимум, цены растут, продукционные цены растут особенно быстро. Значит, импорт сократился больше, чем на 40% и так далее, и так далее, и так далее. Если так будет продолжаться, то через год-полтора у российского бюджета не станет тех фондов, тех кубышек, которые были когда-то сохранены на этих фантастических нефтяных ценах, которые дали России полтора триллиона долларов. Поэтому Путин человек очень рациональный. Я думаю, что он понимает, что сил и денег на то, чтобы взять на кошт Донбасс у него нет. И он постепенно решил, что пока этот конфликт можно оставить в замороженном виде, тем более, что он больше пока не создает переговорной позиции. Поэтому теперь ходит разговор о том, что российские военные находятся в Сирии. Это новая переговорная позиция с Западом, которая, возможно, будет обсуждаться в том числе на Генеральной Ассамблее ООН 28 сентября. Спасибо. У нас сегодня две ключевых темы. Это мир, война, реформы или не реформы. И, рукаючи слов Юрия Бойко, и также то, что сегодня было заявлено президентом Украины на Ялтинской конференции про то, что у нас впервые 24 часа не было никакого пострела. Я бы хотел подказать, что это не мир, это перемирие. Тобто, нужно было год с часу первого Минска и піврока с часу второго Минска, чтобы на решті произошло то, что должно было происходить сразу после оголошения перемирия. И не нужно соби брехать, это не мир. Особенно, ни из системных причин нынешнего конфликта не решена. Адже Путин не просто так взял и напав на Украину. Очевидно, что там были серьезные системы и геополитические, и двусторонние, и другие причины. И ни из этих причин не решена. И что меня очень струбировало на сегодняшний Ялтинской конференции, на жаль, никто, ни украинские политики, ни иноземные, так и не тортнулося вопросом, а что же есть, правда, причиной нынешней кризи, которую называют украинской, но это больше российская кризи, чем украинская. И вот, пока мы не начнем все-таки дискуссию и в нас в суспільстве, и в политических колах, и на международном уровне, что было причиной цієї войны, и пока не начнутся переговоры, про то, каким чиновникам... А у вас есть ответ, простите? Ну, конечно, это же очевидно. Будь-кому, кто занимался конфликтологией, вы заключите сейчас разные уровни и разные природы причин этого конфликта достаточно просто. У нас есть, как минимум, три разных размера нынешней украинской или российской кризи. Это геополитическая конкуренция между Заходом и Россией, или желание России снова вернуть себе статус на государство. И агрессия на Украину, это был, на самом деле, плювок Заходу. Это ответственность на то, что, как они считают, Америка бомбардувала Ирак без дозвола небезпеки, Косово и так далее. То есть, если вам можно, то нам также можно. Простите, Василий, я вас должен остановить, потому что... Не просто через несколько минут, мы... Вот уже готов, господин Квасневский. На прямом включении с нами с Ялтинского форума. Господин президент, вы меня слышите? Слышу вас. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Я хочу вас спросить, как традиционного, всегдашнего участника всех Ялтинских форумов, как председателя наблюдательного совета ЕС. В первом не принимал участие, да. А в первом не принимали участие? Извините, лишние заслуги вам приписал. Ничего, да, но... Так вот, как вы отвечаете на вопрос, который, грубо говоря, вынесен в заголовок этого форума? Как судьба Украины, на ваш взгляд, влияет сегодня на Европу и остальной мир? Потому что здесь, в этой студии, извините, уже звучало такое мнение, что, собственно, Украина не входит в число приоритетов для Европы. Вы с этим согласны? Нет, я не согласен. Знаете, конечно, приоритеты изменяются. Сегодня, когда беженцы на наших границах, они ждут помощи, конечно, это главное дело. Но стратегически нет никаких сомнений. Украина один из самых главных приоритетов. И от будущего Украины зависит будущее нашего региона, значит, Восточной Европы и Центральной Европы. Но тоже, я думаю, Европейского Союза и мира. Так все, что происходит сегодня здесь, имеет большое влияние. Конечно, в коротких периодах это будет изменяться, будут проблемы. Кто-то там будет какая-то катастрофа, будет какой-то кризис, это нормально. Но говоря стратегически, нет никаких сомнений, Украина влияет на все, что происходит теперь в мире. И положительные или неположительные решения здесь, они будут играть свою роль. Они будут изменять в хорошем смысле и в плохом наш мир. Скажите, пожалуйста, господин президент, а вот вам не кажется, мы эту тему здесь уже обсуждали, вот как вы думаете, нет ли определенной усталости и даже разочарования в Европе из-за того, что в Украине реформы не идут так быстро, как хотелось бы? Знаете, вы говорите не про политики, вы говорите про психологию. Психологически, конечно, люди усталые, люди ждут чего-то нового, люди хотели бы иметь хорошие информации. Но это психология, я всех понимаю, я тоже хотел бы. Я хотел бы, чтобы были уже успехи, чтобы были хорошие результаты, чтобы реформы прошли быстрее и так далее, и так далее. Но жизнь это жизнь, а политика это как руководить этим всем, что происходит. И по-моему, надо сказать так. Первое, Украина, конечно, потеряла много времени. 24 года от независимости можно было сделать больше. Конечно, да. Но эта история неизменима. Сегодня здесь выступал бывший президент Израиля, ему 93 года, Шимон Перес. И он сказал очень умную вещь. Он говорит так. Почему мы говорим про прошлое? Ничего не изменим. Нам надо говорить о будущем, потому что здесь можем все сделать. И вопрос Украины сегодня, и мира, и мира, что сделать с будущим? Как мы можем делать эти реформы лучше, быстрее, более эффективно, с хорошим пониманием людей, общества и так далее, и так далее. Как можем помочь Украине? Как можем использовать наши деньги, чтобы эти проблемы, которые серьезные, которые даже дарматические, можно было решить? И так далее. И думаю, в таком смысле, уже не надо говорить, сколько мы потеряли, потому что потеряли много времени, усилий и так далее. Это все правда. Вопрос в том, что мы можем сделать теперь, чтобы не делать таких ошибок, как раньше, и пойти быстрее вперед. Первое, что я бы сказал, последнее слово, это, конечно, выдержать все эти политические напряжения. Идут новые выборы для местных выборов. Украина – это страна очень плуралистическая. Если эти выборы будут двойной, это будет абсолютно страшная ошибка. Если эти выборы будут демократической процедурой, где-то кто-то выиграет, проиграет, но все будут работать вместе, будут думать о совместном, о совместной благе, о том, что можно достичь, это будет нормально, это будет хорошо. Но это будет очень быстро, такой, скажем, тест, такая сильная проба, как это произойдет. Вот вы сказали слово «война», господин президент. Если говорить о той войне, которая шла до последнего времени на Востоке, сейчас затишье, но уже здесь в студии прозвучали слова, что это не мир, а, наверное, все-таки какое-то временное перемирие. А вот вы верите в то, что удастся добиться прочного мира и удастся прекратить вмешательство России в Украине? Должно так быть. И мы должны, конечно, бороться с этим. Я скажу откровенно, я не уверен. По-моему, это еще не мир. Это момент, когда они стреляют. Это, конечно, лучше, чем когда стреляют. Нет жертв, люди спокойно могут жить каждого дня. Хорошо. Но это еще не мир. Чтобы был мир, нам надо, конечно, понимание со стороны России, такого серьезного. Я ожидаю, если Россия хочет изменить свою политику и с агрессивной к такой миролюбимой, это надо первое сказать. Да, мы понимаем, что Украина – это независимая страна. Да, мы понимаем, что украинцы – это народ. Не искусственный народ. Не младшие братья. Но народ, который понимает свою традицию, свой язык, культуру и так далее. Третье. Мы с нашими прекрасными украинскими соседами хочем создавать хорошие отношения. Это означает открыть рынок. Это означает экономически договориться, помочь. Это означает нормальные отношения, которые существуют. Существуют в мире, существуют в Европе, в Европейском Союзе. По-моему, это не очень амбициозный план. Это только план, в котором мы ожидаем, что Россия будет принимать реалии. Она будет понимать, что Украина – это независимая страна и народ со своей длинной вековой традицией. Господин президент, я не смею вас больше задерживать. Спасибо вам за ваши ответы. Я напомню, сегодня на прямой связи с нами из мистецкого арсенала, где проходит 12-й Ялтинский форум, форум Ялтинской европейской стратегии, который организовывает Виктор Пинчук. С нами разговаривал президент Польши и председатель наблюдательного совета форума Александр Квасневский. Мы возвращаемся в студию. Я хотел бы переадресовать тот вопрос. Это не вопрос. Это Квасневский только что сказал нам, что он тревожится за судьбу тех событий, которые будут происходить накануне, во время и после выборов. У вас, господа, представляющие разные фракции, нет. Нет опасений, что будет война опять. Предвыборная, выборная, послевыборная. Елена Сотник. Готовы, Елена? Да, конечно. Елена Сотник, самопомощь. Спасибо большое за вопрос. Что касается войны. Я не переживаю за войну, я переживаю за то, что может повториться сценарий, который был в Чернигове, фактически унижение людей, когда та позиция, в которую загнали фактически народ на сегодняшний день, грань выживания, она может быть опять использована политиками. В этом есть проблема. То есть гречку не раздавать? Гречку, к сожалению, мы не смогли ни запретить, ни отменить. А самое страшное, что мы не победить и не смогли никого наказать. По сути, есть миллион доказательств на той же Черниговщине нарушений. Ни один человек не понес ответственности. Это означает, что коллективная безответственность может продолжаться и тотально сейчас на всех местных выборах. Нет, ну, простите, пожалуйста, Елена, я так понял, что правоохранительные... Поправьте меня, если я не прав. Но вот в сухом остатке у меня и у многих других осталось такое ощущение, что правоохранительные органы не нашли состава преступления в раздаче гречки накануне выборов. Беда в том, что гречка была не единственным нарушением. И, к сожалению, еще большая беда в том, что у нас даже в публичном доступе на сегодняшний день в Ютьюбе до сих пор остаются видео доказательства очень многих таких нарушений. И конкретных людей с конкретными лицами и так далее, и так далее. Но люди не понесли ответственность. Это, кстати, ключевая системная проблема этой страны. Безответственность и на видворотность покарания этот принцип у нас не работал. Елена, вы правильно понимаете, что вы не ждете чистых выборов в местные советы? И второй тогда вопрос, переживет ли эти выборы парламентская коалиция и Верховная Рада в целом? Окей. Что касается иллюзий по поводу выборов, у меня нет. Потому что для многих политических партий это на сегодняшний день является, скажем, таким рубиконом и ключевой задачей победа на местных выборах. Потому что иначе они могут потерять просто политический вес на территории всей Украины. И мы этому совершенно должны трезво и рационально это оценивать. А второй момент относительно коалиции... Самопомощь входит, кстати, в число этих партий? Самопомощь была в меньшинстве как в коалиции, так и остается в меньшинстве в коалиции. Поэтому мы идем совершенно с другими позициями и принципами на местные выборы и стараемся быть максимально прозрачными, в том числе и относительно кандидатов, чего не сделали другие партии. А все-таки я прокомментирую про коалицию. И если позволите, вернусь к тому, о чем мы говорили. Это важный момент, потому что внешнее влияет на внутреннее. Так вот, я бы все-таки позволила себе не согласиться, что Путин не знает, что делать с Донбассом. Его задача вернуть Донбасс в состав Украины, и чем раньше, тем лучше. И, к сожалению, тоже заявление Оланда недавно, который говорит о том, что вот пройдут местные выборы, и все станет нормально, будут выполнены минские соглашения, еще раз это подчеркивает и доказывает. Поэтому задача вернуть Донбасс в состав территории Украины, и таким образом окончательно и бесповоротно посеять на территории Украины вот эту зону нестабильности и ввести в органы власти людей, которые явно не имеют проукраинских настроений. И еще самое большое и страшное, что произошло за полтора года на Донбассе. Мы не имели как власть возможности там людям адекватно помогать, платить пенсии, и были вынуждены фактически их, ну, скажем так, оградить от украинских всех официальных гарантий. Вы не имели возможности или не хотели этого делать? За полтора года организовать этот процесс можно? Я вам скажу так, у меня тогда встречный вопрос. Давайте по правде. Вот представьте себе, я или кто-нибудь из состава коалиции сейчас приедет на территорию Донбасса. Что с нами сделают? Простите, но я не говорю, что вы должны у нас делать лично. Но вы власти, в ваших руках инструменты, за полтора года организовать банкоматы, или вы по-другому, в наличных вы могли. Банкоматы на территории Донбасса, украинская власть, хотя бы на подконтрольных Украине территориях, их там нет. Там организовано полностью организовано. Подождите, подождите, дискуссия явно за мной. Да, да, да. Очень хорошо, когда в Донбассе рассуждают люди, которые туда не приезжают, которые смотрят на него сверху. Я просто большую часть жизни провожу сейчас в Мариуполе и отвечу сразу по нескольким пунктам нашей дискуссии. Понимаете, действительно, для человека, который приезжает с Востока и видит то количество политической рекламы, которая вот сейчас висит в Киеве, для любого военнослужащего, который возвращается из зоны АТО и видит это количество бреда и ужаса, который висит и смотрит с каждой точки, понимаете, любая политическая сила, кто участвует сейчас в этих выборах, нами воспринимается как минимум лицемерно. Потому что речь не только о волне популизма страшного и о повторении того же и переливании из пустого в порожнее, речь идет о том, что на тематике Донбасса, тематика этой войны выборами, этим выборным процессом абсолютно игнорируется. Я не видел ни одного представителя из присутствующих фракций в городе Мариуполе. Между тем, в Мариуполе на сегодняшний день фактически оккупирован в плане информационном, в плане всех средств влияния партии регионов, оппозиционным блоком и двумя металлургическими комбинатами, которые контролируют в этом городе абсолютно все. На этих выборах город Мариуполь проголосует за оппозиционный блок, и это не будет честной победой, это будет победой абсолютно вырванной. Потому что никаких других средств агитации, никаких возможностей для оппозиции присутствовать на этих выборах в городе Мариуполе нет. Есть большая претензия к политикам национального уровня, потому что вы туда не приезжаете, вы не знаете, о чем говорите. Да, секундочку, а вот вы не приезжаете в Мариуполь, Юрий Анатольевич? Ну, я постоянно бываю в Луганской области и могу сказать за луганчан. Вот, допустим, на прошлой неделе я приехал в Рубежное и подходит ко мне женщина и говорит, скажите, пожалуйста, это касается всех. Я голосовал в городе за президента Порошенко. А почему мне нельзя идти на выборы и выбирать моего мэра? Потому что этот город и десятки из них исключили из перечня городов, в которых можно голосовать, при том, что они находятся за 40 километров от линии соприкосновения с той стороной. Главная проблема, которая будет на местных выборах, при том, что есть админресурс и влияние на основной части страны, но на этой территории искусственно пытаются разделить людей на две категории. Первого сорта, которым можно голосовать, и второго сорта, которые у нас живут на территории, являются украинскими гражданами, но им голосовать запретили. Мариуполь только в последний момент, неделю назад, разрешили проводить там выборы, а до этого вообще он был тоже исключен из перечня городов. Как десятки орудий. Вот сегодня примерно 400 тысяч населения украинской территории, живущих, их не допустят к выборам. Не допустят к выборам в Харьковскую область за оппозиционный блок, поскольку просто решили не регистрировать. И вот это, к сожалению, та война, которая продолжается. Пытается опять кого-то победить. Уже было такое. Одна сторона побеждала, сторона побеждала другую. Чем все закончилось? Теперь начинается вторая серия. Поэтому я считаю, что главное, это дать возможность действительно демократически высказаться. Не будет никаких там сепаратистских настроений. Народ уже нахлебался, они хотят мира, они хотят рабочих мест, зарплат, пенсии. Они хотят спокойно, мирно жить. Там работают школы, больницы. Здесь просто уважаемые политики, понимаете? Все-таки история существует для того, чтобы из нее извлекать некие уроки. И Майдан 4-го года, и Майдан 14-го года был про то, что вы нас не слышите. Вы оторвались и живете в вашей собственной вселенной. Вот сейчас с этими выборами происходит примерно то же. Понимаете, ваши лозунги, ваши требования, они не касаются развития территории. Это местные выборы. Это выборы о том, где ставить детскую площадку. В повестке этих выборов должна присутствовать местная специфика. При чем здесь вопросы войны и мира? При чем здесь тарифы? При чем здесь контрактная армия? Почему по этим всем пунктам, которые конфликтны до украинского общества, ведется сегодня агитация и люди действительно разобщаются? Понятно, ваш вопрос понятен, да? Да. Добрый вечер. В данном случае я хочу поддержать коллегу и сказать о том, что действительно те вопросы, которые вы только что затронули, что это именно местные выборы, муниципальные их еще называют, что мы выбираем местную власть для того, чтобы она развивала регион. Теперь несколько тезисов. Во-первых, неправда, что где-то запретили выборы. Все прекрасно знают, и это всем нужно сказать, что на сегодняшний день выборы оглашены и будут проводены 25 октября на всей территории Украины, которая под контрольной украинской власти. И только лишь Верховный Совет может утвердить список тех регионов, где выборы не будут происходить. По состоянию на сегодняшний день такого ходатайства в Верховном Совете нет. Поэтому давайте не спекулировать по поводу этого, что где-то уже запретили какие-то выборы. Когда мы говорим о местных выборах, они должны быть. Почему? Потому что сегодня уже прошла бюджетная децентрализация. Подожди, а откуда тогда ноги растут? Почему люди говорят о том, что у нас не будет выборов? Это распространяют слухи, говорят о том же главы гражданских военных администраций, о том, что мы не сможем обеспечить там безопасность. Они не говорят. Но год назад вы смогли обеспечить. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, нет ходатайства от ЦИКа в Верховный Совет об утверждении списка городов, в котором не будем проводить выборы. Так вы же приняли решение, что не надо голосовать в Верховном Раде. ЦИК просто принимает. Не надо голосовать, мы будем голосовать. Я думаю, что мы с вами будем голосовать. Будем голосовать. По поводу выборов и невыборов. Понимаете, тема была, еле-еле вырвали выборы в Мариуполе, город 400-тысячный. У кого вырвали? Вырвали? У кого? У власти, да. Поэтому, смотрите, есть классическая работа Альбера Хиршпана. Выход, лояльность, голос. Если нет права голоса, люди будут на выход. Они будут стремиться уйти из страны. Они будут нелояльны государству. Кстати, не путайте лояльность в власти с лояльностью государству. Да, может, там люди нелояльны к нынешней власти, центральной. Но это не значит, что они нелояльны к Украине. И более того, если там будут нормальные демократические процедуры, да на фоне демократии в кавычках или авторитаризма в России, где выборов нет настоящих, то эти люди будут более лояльны к Украине. И второй момент. Понимаете, политики должны понимать. Много задач стоит, но надо выбирать приоритеты. Сегодня главный приоритет для Украины это сохранение территориальной ценности. Да, это абсолютно. Сохранение границ. Мы Крым потеряли. Если мы потеряем Донбасс, по кускам нас будут рвать. А если мы раздробимся по кускам, мы никому не будем интересны. А есть и такие настроения, что отдать Донбасс? Нет, нет, смотрите. Есть и такие настроения, лучше меня знаете. Некоторые говорят, давайте, пусть они объявляют суверенитет. Так тогда мы скажем, если мы согласимся на суверенитет Донбасса, так мы тогда и на Крым сдаем. Потому что надо будет признать и суверенитет Крыма, российский суверенитет Крыма. Поэтому прекратить разговоры, что там не надо Донбасс брать. Путин хочет впихнуть обратно Донбасс? Хорошо, ловим его на этом. Только на наших условиях мы возвращаем этот Донбасс. Не на его условиях, а на наших условиях. Вырываем, высарапываем. Великолепно, привет Путин украинские условия. А? Я думаю, что у Путина всегда свои есть рациональные какие-то интересы. Но мне вот любопытно, я вот слушаю, и у нас постоянно работают корреспонденты на Донбассе. Вы не знаете, что там с украинской стороны была блокада Донбасса? Что невозможно было завести туда продукты? Что у меня специально корреспондент пропытался пройти через эту блокаду со стороны украинской стороны, со стороны Мариуполя и не мог. Что люди не могли получить там деньги. Потому что, чтобы получить пенсии, надо было через два блокпоста, потом один остался блокпост, выехать на территорию Украины, получить пенсии, потом вернуться туда. Что там была придумана система, которая позволяет положить деньги в киевских банках, а там снимать кеш. Понимаете, мне даже как-то странно. Вы не представляете себе, что ли, что там происходит? Мы прекрасно представляем. Более того, мы знаем, сколько стоит провести товар. Последний блокпост. И мы знаем, сколько мы подробно писали цельники. 4 гривны килограмм продукции, 8 гривен литр спиртного. Вы, по-моему, рассказывали мне, Константин. Сколько стоит провести фуру через границу? В зависимости от того, что она везет. В зависимости от того, что она везет, разумеется. Но говорят, до 50 тысяч евро можно заработать на провозе фуры через эти самые блокпосты. Увы, там процветает такой вот криминальный бизнес. И люди там живут очень тяжело. Понимаете, можно долго людей обвинять в том, в чем, в пятом, в десятом. Это живые люди. Если они граждане Украины, тогда как-то Украина должна не думать. Вы что-то хотели договорить, извините. Я абсолютно солидарен с коллегой. Я был в Лисичанске. Подходит ко мне директор роддома, говорит, за что меня наказали. Она в Лисичанске, на нашей территории. Но два месяца жила в Луганске, вернулась оттуда. Всех врачей Луганского областного роддома сайт Миротворец записал в пособники террористов. И на них на всех навесили клеймо. И такие случаи, к сожалению, бывают очень часто. Когда людей просто незаслуженно обвиняют за то, что они оказались на той территории. А контрабанды, это все знают, сколько стоит провоз фур, сколько стоит провоз спиртного. И почему цены в Луганске или в Донецке в два раза выше, чем в том же Мариуполе. Я вынужден всех прервать. Извините, режиссер говорит, что мы должны прерваться на рекламу. Господа, извините. Реклама дорогого человека, реклама дорогого стоит. Извините, кого переберет. Продолжим в следующем часе. Спасибо, господа хорошие, за ваши аплодисменты. Мы продолжаем программу «Черное зеркало». У нас здесь произошла частичная смена состава. Кое-кто ушел, кое-кто пришел. Вот, в частности, здесь появился у нас свободовец Андрей Ильенко. И к вам сразу вопрос. Вот пришло сообщение о том, что один из активистов свободы Юрий Сиротюк арестован по решению суда. Соответствует действительности? Шановное товариство, шановные украинцы, которые нас сейчас смотрятся. Так, действительно, буквально часа тому отбывалось абсолютно ганебное судилище. Закончилось абсолютно ганебное, сфальшованное, сфабрикованное судилище над Юрком Сиротюком. Людиною, яку я очень хорошо лично знаю, моим другом. Людиною, який был одним из активнейших участников Революции Гидности. Людиною, яка пошла добровольцем на фронт. Людиною, яка была одним из эффективнейших депутатов 7-го скликания. И, власне, против него я был подчас этих судов. Я не видел ничего, кроме тех самых судов, которые судили майданевцев. Тех самых прокуроров и следователей, которые фальшировали справы подчас режима Януковича. Фальшивых свидетельств, которых не существует в природе. Вигаданных абсолютно притягнутых в ухо политических звинувачениях. Потому что трагедия, яка сталася 31 серпня, буквально дым еще не встиг развеяться біля Верховной Ради. Уже Аваков оголосил на всю страну свободу террористами. Яценюк заявил, что нужно пожитие увязнение. Никто, очевидно, мы понимаем, какое идет расследование. Мы понимаем, какой сегодня был тиск на судов, когда 60 людей, спецпризначенцев в милиции, было в зале суду только, с самого ранка, когда там начался суд над Сиротюком. Судья был просто заляканый, он даже не стал зачитывать решение. Он просто втек, фактически решение даже зачитано не было. Сиротюка затримали. Вы знаете, Юрко Сиротюк, это сегодня диагноз этого режима, который существует. Потому что не сидит ни один регионал, ни один убийца Небесной Сотни, ни один распалювач войны на Сходе. Но в каждом СИЗО в Украине сидят патриоти, националисты, батальоны, бейцы добровольческих батальонов, которые сидят за любое, за сфальшованными звинувачениями. И сегодня сидит уже Юрко Сиротюк. Это ничего не сейчас, как происходит, как, по сути, контрреволюция негидников, которые садят тех людей, которые реально делали Майдан, которые садят тех людей, которые воевали с Москвой на Сходе. И сегодня это просто самогубство этой влады. Потому что такая количество политвязнений, которая есть сейчас, когда была при Януковиче, Януковичу осталась до Ростова один месяц. Я не знаю, на что рассчитывается нынешняя влада, на какую стратегию. Но, наверное, это таемная часть Минских угод. Сегодня уничтожить патриотов в Украине, уничтожить тех людей, которые, фактически, сегодня уничтожили садить Путину, которые сделали пощачину Путину на Майдане, потом на Сходе. И, очевидно, сегодня, мы знаем, что Лавров делает такие заявки, как Аваков, обеспечивает свободу в терроризме. Тут они абсолютно единственные. Я так понимаю, что это просто контрреволюция, это реванш. На жаль, вы знаете, вот, если говорят, что, за что вам сегодня соромно, что сегодня вы можете покажетесь. Я скажу, действительно, нам есть за что соромно, за то, что мы тогда, в лютом 2014 году, не дотиснули эту гидру, которая залезала рани, которая сегодня новыми головами выросла, которая сегодня в связи, в спайте, с этими регионалами сдаёт Украину Кремлю. И, чтобы дальше править, грабить страну, зарабатывать на войне, они сегодня хотят саджать патріотов, единственных, которые с ним борются. И сегодня им нужна только вот эта вот кишеньковая опозиция промосковская, с которой они всегда договорятся, и с которой они вместе сливают Путину в Украину. А патріоти им не нужны. И поэтому сегодня вся репрессивная машина, потому что те самые выродки, которые саджали майданцев, все те самые саджают патріотов. Сиротюку, патьку двух детей, людина, которая была депутатом Верховной Ради, жила в двухкімнатной квартире на Лесном Масиве и сейчас живет после каденции. Ему сегодня шьют от 8 до 15 лет. За что? За то, что он там когось тягал защит? Его звинувачивают в том, что он гранату кидал? Чи может, он когось бил? Нет. За то, что он когось там защит тягал от 8 до 15 лет. Вибачьте, диктаторские закона 16 сентября – это детский садок, что сегодня происходит в Украине. Я так понимаю, что Андрей Помазанов, это абсолютная часть ответственности влады за этот абсолютно разнузданный политический террор против патріотов, который сегодня связан. Так, Андрей. Добрый вечер, шановные коллеги. Вы знаете, из всей поваги до коллеги Андрея, он очень эмоционально выступает, но сейчас я бы хотел бы все-таки немного остановиться на патріотизме. То, что произошло 31 сентября – это была трагедия. Сейчас мы говорим о том, что все виноваты должны принести ответственность. Я приведу трое аналогию. Сегодня у Харкова было затеряно одного изging Eloхого батальяна, который пытался вЧапать изпредел強布, он был виноват на другого обimanца который поддерживается этому вегу бачить обложению. Этот напад был przесечен, его было затеряно. Но говорю я про то, что эта людина, которая была сегодняентрена в Харкове, также был героем. Он воевав, оч declавивой баталья. Но это говорит про то, как человек, который был героем, которая воювала, отдавала свою кровь за нашу батьковщину, но потом пошла по кривой, не по прямой, по кривой дороге и стала на шлях бандитизма, и она должна быть притянута до криминальной ответственности. Сегодня мы видим, что есть много видео фактов, видео доказов, фото доказов того, что именно участниками этого митинга, ганебного, кровавого, в котором были участники, именно представники партии Свобода. Сейчас я не хочу коментировать даже висловление премьер-министра или министра внутренних справ, поскольку они политическими фигурами и, на мой взгляд, они имеют право висловить свою политическую позицию щодо винности или невинности певных осіб. Но все-таки я хотел бы отметить, что есть неоспоримые доказы того, что именно представники партии Свобода были организаторами этих митингов. И когда один из представителей, например, пан Швайка, взрывал щит, взрывал каску с бойца, которому было трохи больше 20 лет, который после разрыва гранати получил осколковые поранения в голову, то чи это патриотизмом? Это не патриотизмом, это бандитизмом. В честном проекте. Поэтому сейчас, коллеги, мы должны говорить о том, что каждый патриот, он должен ответить за свои действия, за действия своих коллег. И, как бы я ни считал, в прошлой партии Свобода, я не могу извинуватить сейчас всех представителей партии Свобода. Но тех, которые сейчас фигуруют в криминальных справах, которым уже предъявлены подозри, они в любом случае, если их вина будет доказана криминальным проведением, они в обязательном порядке должны быть притянуты до ответственности. А почему? Незалежно. Незалежно від того. Свобода, інші. Вот это вопрос основной. Да? Вот почему подарез сажать? Я единый момент хочу сказать. Подарез, вибачте, але він посаджен не один подарез, всі інші були відпущені під особистое зобов'язання депутатів. И я думаю, что суд как раз зробил правильный выставок, если он был особисто агрессивным. 31 сергия, под Верховной Радой, это не означает, что его затримали. Вибулася жахлива трагедия. И проливалася кров невинных людей. Мы найбільше зацикавлены в объективном расследовании цієї справи, потому что эта кровь сегодня используется для того, чтобы прикрыть зраду, которая произошла в Верховной Раде. Когда блок Петра Порошенко и Народный фронт вместе с регионалами сдавали Украину Кремлю. Когда створилася фактически ширка в Верховной Раде. После этого им нужна была провокация, чтобы перекинуть всю ответственность на патріотов, перевести увагу общество. А больше того, знищите будь-яку патріотичную опозицию сегодня в стране. Вы рассказываете про бандитизм. А как вы прокомментируете дии заступника министра внутренних справ пана Паскала, который в часы Майдана очолював карный расшук МВС, который мог бы быть подпределен под люстрацию, но Ваков его покрывает. Как и других негидников в часы Майдана, которые нищили украинцев. Карный расшук МВС – это была структура, которая переследовала майдановцы, выкрадала людей. Так вот сегодня Паскал не только не люстрованный, он заступник министра, и он керував диями милиции под Верховной Радой. И есть видео, где он давал команды кидать димовые шашки в НАТО. Есть видео, почему Паскала вы не вызываете на допин? Почему вы сегодня занимаетесь политическими раздравлами в Украине? Ваша задача сегодня – снищение всех патриотов. Значит, гранату, значит, за гранату, значит, за гранату треба найти, кто это сделал. Действительно, покарати, и покарати самовынников, и всех организаторов. А сегодня мы используем этот блок для пиару властного и для снищения своих политических компонентов. Андрей, я вас очень прошу. Давайте как-то по очереди, да? Дмитрий, вы следующий. Кто организовывал эти кровопролетия, они должны ответить. Все. И сейчас следствие разберется. И сейчас то, что суд выбирает запобежные заходы, это лишь с запобежным заходом. Когда будет предъявлено остаточное обвинувачение, суд вырешит и поставит остальную крапку в этой праве. Дмитрий, Дмитрий. Вот я думаю, что как раз и речь сейчас должна идти о том, насколько адекватен вот этот запобежный заход. Действительно, очень много вопросов сегодня к следствию. И очень хорошо, что наши коллеги из Свободы готовы сегодня со следствием сотрудничать и дать ответы на многие вопросы. И в этом все заинтересованы, безусловно. И кроме криминальной ответственности, должна быть еще и политическая ответственность. Но вот вопрос, насколько вот этот коллега наш Сиротюк, он что, скрывался от следствия? Или есть вероятность того, что он будет каким-то образом на него давить? Нет. Поэтому я, например, Андрею предлагаю, и готов подписаться буквально в понедельник, на поруки взять человека, обратиться и решить таким образом вопрос. Единственное, что я хочу сказать и поддержать коллегу из Народного фронта, что ни в коем случае вопросы патриотизма не должны быть прикрытием экстремизма и терроризма. А 31 августа это позорная и трагическая страничка в истории нашей Украины. Понятно, Дмитрий. Николай, вы хотели что-то сказать? Я, в общем-то, хотел присоединиться к словам коллеги в какой-то степени, что я-то говорил как-то на одном из предыдущих ваших эфиров о том, что монополии на патриотизм ни у кого не может быть. И когда представители отдельных партий, прикрываясь патриотизмом, творят беззаконие по всей стране, с этим нужно остановиться. Потому что все люди равны перед законом. Когда человек говорит, что те же судьи, те же прокуроры, полтора года фактически одни и те же люди находятся у власти. И при этом они уже начинают грызться друг с другом, опять же выясняя, кто из них больше патриот. Я понимаю, что это неадекватная вещь, но я все-таки напомню еще одну вещь, которая шла параллельно с событиями, которые происходили в Киеве. Параллельно в Одессе избивали сторонников, разрушали наши палатки, избивали сторонников оппозиционного блока, разбивали, разрушали наши офисы. Ни одного результата расследования на сегодняшний день нет. Как можно говорить о том, что человека можно отпустить на поруки, если человек подозревается в избиении милиционера? Это что, он переложил там спичечный коробок куда-то не туда? Если вся страна видела, если вся страна видела, что по видео, что человек дубиной избивает милиционера, человек срывает с него шлем, человек забирает у него щиты, и он в телевизионном эфире одного из каналов на суде показывает, он рассказывает, вы знаете, я хотел вернуть милиционерам этот щит и вернуть им этот шлем. Это верх цинизма, верх наглости и верх беспредела, который творится. Понятно. Виктория, Мария и Гайдар, вы хотели что-то сказать по обсуждаемой теме? Я хотела сказать, что, не знаю, мне кажется, что все ожидают, что вместе с теми вот случаями, которые обсуждают, все-таки на скамье подсудимых окажутся прокуроры, коррупционеры, олигархи, те люди, которые воровали и продолжают воровать, там, медицинские лекарства, те люди, которые своими действиями коррупционными мешают становлению украинского государства больше, чем кто бы то ни было. И мне кажется, что вот этот вот запрос на справедливость, он есть у всех, и эту справедливость надо уже начинать осуществлять не только относительно тех людей, которые, может быть, неправы, может быть, эмоционально молоды, но и тех людей, у которых есть действительно власть, и те, которые делали и продолжают делать то, что нет. Я это вижу в Одессе. Почему Михаил Саакашвили говорит, что ему нужен прокурор? Потому что вот этих дел, просто даже без всяких расследований, просто из обращений граждан, которые приходят, вот этих дел, их вот такая огромная папка, их уже надо передавать в прокуратуру, прокуратура должна работать, и люди должны садиться в тюрьму, иначе они просто никогда не перестанут совершать эти преступления. Воровать лекарства, отнимать землю у людей, приватизировать ее. Вот здесь очень нужна справедливость. И когда говорят о том, что люди должны потерпеть и должны как-то подвинуться с точки зрения реформ, ну, мне кажется, что в Украине люди готовы потерпеть и уже много терпят. Очень важно, чтобы подвинулись те люди, у которых традиционно есть власть и деньги, и которые не хотят ей делиться, и которые никак не хотят подвинуться. Вот мне кажется, это очень важно. Никто никогда не поверит ни в какие реформы. Европейцы эти реформы не начнутся, пока это не начнет происходить. Происходить действительно, фактично, в Киеве и в каждой отдельной области. Пожалуйста, Виктория Касовна. Я вижу, господа, я вижу всех, кто хочет высказаться. Я ни про кого не забуду, честное и конец. Я не буду коментовать доцельность или недоцельность запобежного захода в виде ареста, застосованного еще до свободности. И я считаю, что никто из нас сейчас, присутствующих, не належит к правоохоронной системе и, фактично, нет таких функций. Это вопрос правоохоронных органов. И я хочу сказать, что, пане Андрею, если у вас есть, на самом деле, доказы про то, что не судья, который выносил данное решение, он перевищал свои повновления, у нас есть правовая процедура. Вы должны обратиться к высшей квалификационной комиссии судов и через высшую квалификационную комиссию протягнуть данного судя до ответственности, до звольнення или другой ответственности. И как раз через этот механизм в правовом режиме помогли очистить судовую систему. Это, по-перше. По-друге, что до такой квази-зради, про которую вы говорили 31 серпня. Вы знаете, сегодня первый день, когда не было пострелов за последние десь полтора года на территории Донбасса. Не было, ну, таки, может, это можем назвать умовным перемирьем, но для меня это как раз следует того голосования, которое вы называете зрадой, 31 серпня. Потому что Украина всему свете тогда демонстрировала, что она выполняет митские договоренности. И сегодня, когда я была на Международном на ЕС-форуме, как раз ни один из дипломатов, которые подходили до меня, не сказал, что это был недоцельный крок. Но, опять же, все говорят о том, что сейчас у нас есть основа для того, чтобы усилить санкции против Российской Федерации. Потому что, как раз, Украина показала, что она полностью выполняет взятые на себя обязанности. Что не можно сказать про Российскую Федерацию. И, так же, я хочу обратить, по-третьему, вашу увагу на то, что только Путину сейчас выгодно проводить такой разбор среди населения. И, как в фильме «Ми ниже подписавшися», выкористовываете, на превеликий жаль, патріотичные силы для того, чтобы внести разбор среди населения и говорить про зраду. И я вважаю, чтобы было бы доцельнейше и справедливейше сейчас объединяться всем, поездить по регионам, донести до людей суть децентрализации, проговорить. И как раз дойти, как один единый фронт, а не разхитывать общество в такий небезпечный час, заробляя на этом свои политические баллы. Григорий Михайлович, вы хотели сказать что-то Андрею, да? Хотел бы и Андрею, и вам на две вещи звернуть увагу. Дивите, что было 31-го? Это очень тревожный сигнал. Это колокол. Что происходит? Сейчас меркувание безопасности государства вступает в больше и больше конфликт с меркуванием безопасности человека и защитом права человека. Это то, что называется английский «секюритизация», когда безопасность государства ставится выше, а кто означает безопасность государства? Чиновники за безопасность человека. Это первое – это первое – это первое – что в этой ситуации парламент, как законодательный орган, мог бы сделать? Оскільки напруга в суспільстве возрастает, люди хотят реализовать свои права, если их не слышать в коридорах влади або в опозиции, выйти и сказать это прямо. Ведомый вислив, что «свобода» – это когда люди могут говорить вольно, а демократия – когда уряд чует людей. Потому что мы можем разом сделать, как народные депутаты. Фракция «Батьковщина» предлагает, что сейчас есть хорошие разработки, принять в ближайшее время закон о мирных собраниях. Потому что то, что происходит и происходит, оно не регулировано. Есть право конституционное, которое имеет свои обмежения в реализации, потому что нет хорошего, с европейским досвидом, закон о мирных собраниях. Это инициатива «Батьковщины». Я предлагаю им практично это поддерживать. И третье, что я хочу сказать. Очень опасно сейчас начинать кидаться вот такими вот звенувачениями. При всей повазе до вас, то, что вы говорили, вы должны подать скаргу, она будет рассматривать. Это нагадает ситуацию в ВИШЕХ начальних закладах. Когда говорят «Корупція в ВИШЕХ начальних закладах», «Хабарі», а где у вас приклады есть? Если у вас есть приклад, вы можете подать в суд и так далее. Хочу, все знают, что корупція в ВИШЕХ начальних закладах есть. И поэтому, я думаю, в ситуации, когда существует недовира к суду, когда судовая система не реформована, когда губернатор выходить на телебачение и кричит, что я не могу делать то, что от меня требуют люди, потому что берут хабарі в судах, и прокуроры берут хабарі, то как можно так просто говорить? Ну, вы неправильно делаете, вы можете подать и пожаловать. Демократия – это же процедура, правильно? Ну, так я не говорю. Виктория, время ответить Андрею. И сейчас, пожалуйста, что вы говорите. Время уже ответить Андрею прозвучало уже несколько лет. Виктория, я очень вас уважаю, как молодого парламентаря, но, наверное, просто я без всяких цих, но, наверное, просто меньше ходили на суды, на разные все казионные места, чем я походил и задовго до Майдана, и подчас, и уже, на жаль, сейчас. Эта система… Ну, вот я вам два слова только объясню, как она работает. Значит, все сведки по справе – это або прессивники милиции, або это люди, выгаданные взагалі, которые живут за неиснуючими адресами. Например, против Леонова, тоже свободился, которому дали домашний арест. Проти него был письмовый протокол свидетельства человека, который назвал Леонов Иван Иванович, например, который живет за адресу, который в природе не существует. Відповідно, протоколи допиту свидетельствуют идентичны слово в слово. Там не разъясняется ни одна кома, взагалі, в этих протоколах. Людей звинувачивают, что они организовали массовые безлады, которые привели до гибели людей, но максимальные доказы, которые против них есть, что, наверное, они как-то там за щит смикали. И это до 15 лет, и они пытаются их посадить за это, и так далее. То есть, тут произошел абсолютный коллапс правовой системы, потому что никто, ни один судья не подпал под люстрацию после Майдана. Потому что те следы, которые это делают, это те самые следы. Відповідно, сегодня мы, конечно, будем подавать апелляции, мы будем проводить акции протесту. Но уже теперь абсолютно понятно, если просто с нуля не очистить эту систему, не набрать новых людей, там просто ничего не будет. Это суцильная гниль, которая дальше работает за звонками из соответствующих высоких кабинетов, которая не смотрит ни на какие законы, это заляканные, убогие, несчастные люди, которые делают политическую заказуху, которую им диктуют сгори. Поэтому это, в том числе и наше завдание, это изменить, чтобы в Украине, не только мова идет про политики, я не хочу, чтобы думали, что тут вот гвалт поднялся, когда посадили там колишнего депутата и так далее. Тысячи людей так само сиджаются в тюрьму за ни за что каждый день. Эта система далее работает, она не изменилась абсолютно. И это сегодня завдание, прекратить эти репрессии, прекратить эту нару. Андрей, все-таки, ответьте на один простой вопрос. Человек, который бросил гранату, это был член свободы или нет? Значит, людина, яку звинувачивают в том, что он кинул гранату. Давайте скажем так, человек, который на видео бросает гранату в Нацгвардию. А у вас есть уверенность, что это самая эта людина, яку звинувачивает? Я у вас спрашиваю, это член Нацгвардии, член свободы или нет? Да, я говорю только про то, что есть людина, яку на сегодняшний день выставят эти звинувачения в этом тяжкому злочине. Значит, эту людину, яку звинувачивают в этом тяжкому злочине, на момент, когда это произошло, уже много месяцев, фактически больше года, был в рядовой милиции, батальону МВС. Ой, ну от нее открещивались, в тот же вечер от нее начали открещиваться и в свободе, и в Нацгвардии, и в МВД тоже. С свободой он имеет отношение или нет? Дивите, я еще раз скажу, ну, чтобы не было манипуляций. Значит, Аваков в тот же день заявил, что он свободовец. Ця людина, яку звинувачивают, он заявил про то, что его специально катували, именно для того, чтобы он узнался, что он, как будто, належит к свободе. На момент, я еще раз скажу, на момент, когда это произошло, он не был свободовцем, он был в рядовой милиции. Такой милиционер не может быть, член партии. Но я хотел бы сказать, что эту людину сейчас катуют, я не знаю, что эта людина злочин, это следствие объективное, не Аваков, который уже призначил всех винных, чтобы, в том числе, из себя взяли ответственность. Не Аваков будет этим заниматься, он в отставку мае идти. А другие люди мают этим заниматься, объективные, не политически заангажированные, а не недоробленные в Ишинске и Берии. Так вот, ця людина, вот сейчас, на сегодняшний день, катуется в изоляторе, чтобы он узнался в том, что он это сделал. Я не знаю, чем он это сделал. Андрей, да ваш заступник, керемника партии, уже подтвердил, что он имеет отношение к свободе. Я не знаю, что там кто говорил. Я скажу то, что я скажу. Это было в прямом эфире, Андрей. А сейчас я просто хочу сказать, что в любом случае, то, что было оглашено, что вся партия террористы, Тягнебок особо организовывал теракт, это очевидная, безглузда, политическая заказуха и брехня, автора якої Аваков и Яценю. Понятно, понятно. Дайте, пожалуйста, микрофон. А пока вы передаете микрофон, Вадим Карасев, вы, кстати, интересный блог написали на днях по поводу свободы и всего, что вокруг нее происходит. Можете озвучить вашу позицию? Нет, ну, это одно дело для Фейсбука, другое дело здесь, но я озвучу. Ну, почему же, какая жаль, это двойной стандарт, что ли, да? Это дневник, да. Нет, я просто вот о чем хочу сказать. С одной стороны, действительно нужно дерадикализировать общество. Дерадикализировать и стабилизировать улицу. Вот мы спорим по децентрализации и суверенитете государства. А вообще в некоторые моменты суверенитет в улице, а не у государства. Поэтому нужно проводить такую работу. Но обвинять свободу в терроризме и террористической организации – перебор. Ну, перебор это. Все-таки надо понимать, это партнеры по Майдану, это участники майданных событий. Да, радикальная сила. Ну, общество у нас такое. Поэтому, ну, знаете, вот что, наш спор, вот чем он мне интересен. Знаете, вот здесь можно проводить реформы абстрактно. Говорит о том, что нам нужна новая судебная система. А вообще-то в мире что-то реформировалось, исходя из прецедентов. Ну, вот во Франции дело Дрейфуса. Так, вот у нас это тоже повод такой, так, такой пример, когда надо действительно задуматься. А что дальше делать с судебной системой? Почему? Потому что говорить о том, что ради справедливости можно делать все, что угодно – неправильно. За справедливость надо бороться. Но справедливость должна быть соединена с чем? С законом, с процедурой. Как соединить закон и справедливость? Вот же в чем проблема. Понятно, что если мы говорим о том, что да, обращайтесь там по процедуре, ничего не будет. Почему? Потому что проблема не столько в том, что судьи, прокуроры берут взятки. А проблема в том, что суд так и остался зависимым от верховной власти. Понимаете, в чем дело? Он зависим. Поэтому, с одной стороны, судьи боятся общества радикального, так, они убегают. С другой стороны, они сверху боятся, потому что на них идет давление. Поэтому главная сегодня задача – это сделать суд независимым. Будет независимым суд, будут меньше брать. Контроль общества обеспечит, что будут меньше брать. Когда будет независимый суд, мы будем доверять. Во-вторых, мы будем понимать, что действительно этот человек виновен или не виновен. Если мы не будем верить судам и решениям судов, мы так и не поймем, сыротюк виноват или не виноват. Свобода виновата или не виновата. Для кого-то они будут героями, а для кого-то они будут злочинцами, преступниками. Понятно. Позвольте, там сзади, сзади, у нас еще Тарас Загородный и Дмитрий Старожук. Какой вывод мы должны сделать с 31 августа? Во-первых, мы должны понимать все. Для того, чтобы государство было дееспособным, оно должно иметь монополию на насилие. Все мы должны это четко и ясно понимать. Во всех развитых странах такое правило есть. Это первое. Второе. Политики должны все-таки понимать, что страна изменилась, сильно изменилась. И каждое их слово уже имеет другую силу, которая была до Майдана и до войны. Теперь все по-настоящему. Сейчас не эпоха постмодерна, эпоха модерна. Если вы говорите своим членам, что вот там враги окопались, люди, которые имеют еще боевой опыт, имеют еще гранаты в руках, потому что оружия в стране очень много, они могут пойти на прямое действие. И третье. Когда политики тоже должны нести ответственность за свои действия. Опять же, если мы нарушаем монополию на насилие, когда бывшие депутаты бросаются на нацгвардию, думают, что это не по-настоящему, сдирают с них шлемы, нападают на символ государства, это уже анархия, это уже проходила Грузия, это проходили все. Поэтому мы должны понимать, что это ваши, вы тут народные депутаты, да, в ваших силах провести чистку судейского корпуса. Да, есть недоверие к судейскому, ничего не поменялось, я не отрицаю. Есть недоверие к силовым структурам. Пожалуйста, принимайте законы, пожалуйста, идите чистите судебную систему. А что вы сделали для этого? Как осталась судебная система, так и осталась для этого. А почему? Потому что она и вам тоже удобна, не надо рассказывать об этом. Полтора года уже прошло, а что изменилось в судебной системе? А что изменилось в милиции, кроме новой полиции, которая не считает? Это уже реторический вопрос. Вопрос в другом. Мы все, опять же, я согласен с Вадимом, что нельзя всю свободу обвинять в том, что это террористическая организация. Неправильно я считаю тоже, что объявлять виноватых до суда. Это, опять же, вопрос ответственности за каждое слово. Политики должны понимать, что в стране все по-настоящему. И, опять же, процедура, демократия сильна процедурой. Если нет решения суда, мы не объявляем никого виноватым. Если нравится нам, не нравится, он может быть виноватым. Но если нет доказательной базы, то он не считается виноватым. Все четко по процедуре должно происходить. Это неудобно, я понимаю, потому что до Майдана всем нравилось жить в такой ситуации. То есть не клеймим политических оппонентов против своей выгоды. Передайте свой мистер Сорожук, пожалуйста. Мы должны это понимать. Но мы должны жить по правилам. Только правилам. Отдайте микрофон соседу. Дмитрий Сорожук. Дякую. Ну, я погоджуюсь абсолютно с усим, что только что сказал мой коллега. И хочу тоже напомнить про то, что я тоже стоял на Майдане. Я правовик, я витягивал хлопцев из вязницы. И сейчас могу сказать, что все не так. Погоджуюсь с тем, что никто не делал никого виноватым. Что сказал Аваков? Я тут не погоджуюсь с Андреем, что он говорит, что я не буду про это говорить, политические фигуры. Он никого не сделал виноватым. По процедуре он обвинувачив. Он сказал, что я обвинувачиваю, а не делаю виноватым. Виноватым встанавливает суд. Так что не нужно с этого спекуливать. Я юрист, я могу про это заявить. Он виноватый. А теперь, по-друге, что до доказательств этого иного. Вы пошли бы к матерям тих нацгвардейцев, из которых взрывали щиты, и это видела вся страна на видео. Какими они могли защититься от гранаты. А этого не было. И они сейчас калики. А вы сейчас кое-что сделаете винным. Так что не нужно спекуливать на этом. Взяти на себя ответственность. А что касается ночи, когда забрали таких подозрюваний. Я был там. Відпустили восьмых детей. Найстарший, 97-го года. Их отпустили, их никто не затримал. Не было склада злочин. Всех других, по которым были факты, направили до суду. И уже суд встанавливал. И суд всех поедпускал. Я так же с ним стоял на Майдане. Но тут сегодня пан Немиряк казал за инше. Казал за виховенство права. За равность перед законом. То раз все равны перед законом, все равны, все равны, все равны, все равны права, защищаются в суде. Невинен, доведе, вийде на волю. Но не нужно спекуливать. Андрей вам отвечает, что сейчас сидит 17 человек. Это правда? Андрей вам отвечает, что сейчас за решеткой находится 17 человек. Это правда? Нет. Яких 17? Давайте дай микрофон Андрею. Я сейчас скажу, затримано было 24, от которых восьмых сразу отпустили. Всех других направили до суду, которых сейчас тоже отпустили. Они не за градами сидят. Как отпустили? 16 людей сейчас сидят в СИЗО. В микрофон Андрею. Я за это вас поважаю, что вы вытягивали людей в Майдане. Сейчас, на жаль, вы разом со своими политическими боссами невинных людей кидаете за грати. И не нужно сейчас спекуливать матерями и так далее. Не нужно этим спекуливать. Потому что сколько мы поковали своих побратимов и в Майдане, и в Войне. То не нужно сейчас этого рассказывать. Я расскажу про то, что происходит. Большисть этих людей, которых защищают адвокаты с бесплатной правовой помощи, которая надает государство. Те хлопцы, которые защищали на Майдане. Вспитайте в них. Они сразу скажут, что никто никого не катает. Вы сегодня, вы подчас Майдана работали. Что надается право допомога. А сейчас вы на месте самых тех катей, которые катали людей подчас Майдана. И занимаетесь этим самым. Политическими звировочениями. И расправами над неугодными. Потому что, если вы говорите про тех, кто кидал гранату и так далее. Причем тут люди, которые вообще до этого не имеют никакого отношения. Так, господа, вы спорите очень громко, но неконструктивно и мало информативно. Я передам слово Елене Соню. Может быть у Елены конструктивно получится. Мы уже полчаса спорим. И информативно. На самом деле, знаете, я бы хотела сделать такой комментарий. Во-первых, я думаю, что в любой цивилизованной другой стране мира, Европы. То, что произошло под Верховной Радой, если посадили уже сегодня под арест одного человека, которого обвиняют в массовых заворушениях, то должны были посадить под арест и ряд все-таки представителей Министерства МВД. Потому что... А, у нас есть видео, действительно, доказательства того, что Паскал действительно говорил о том, что выбрасывать в толпу фактически мирных митингующих людей дымовые шашки – это однозначное нарушение. И, как минимум, человек должен был уйти в отставку. Но ничего не произошло. Мы даже не слышали о служебных расследованиях. Никто не задает вопросы, почему у ребят были бронежилеты второго уровня защиты. За это тоже должны понести ответственность. Потому что, если бы у них были, например, четвертого уровня защиты бронежилеты, совершенно другие были бы последствия. Поэтому, третий вопрос... Нет, но они все-таки выходили на мирный митинг, а не на военную акцию. Поэтому у них и были бронежилеты соответствующие. Нет, Верховная Рада является стратегическим объектом. И обеспечение безопасности... Особо охраняемый. Обеспечение безопасности этого объекта требует особых инструкций. Я вам третье скажу. Самое главное. Почему-то ни у кого не вызывается мнение, когда мы идем на футбол, почему у всех проверяют наличие чего-то в сумках и проверяют наличие каких-то колющих, режущих предметов. И через рамки пропускают. И через рамки проходят и так далее. А в момент, когда принималась Конституция, когда это был явный конфликтный момент в государстве, почему-то никто не обеспечил этой безопасности. И никто людей не проверял. Служба безопасности тут почему-то тоже не сработала. Послушайте, мы говорим про Верховный Совет и про ключевое голосование, которое было очень конфликтным. Таким образом, мы доходим сюда до России, где у них митинги проводятся через метод. Я вам говорю просто про две ключевые вещи. Про то, что если несут ответственность одна сторона, то должны логичные быть ответы на вопросы с другой стороны. Олена, я тут... Извини, сейчас я закончу. И второй момент. Самый главный. Относительно судей. Я тут полностью согласна, что у меня, например, вызывает возмущение то, что, к примеру, садовник Беркутовец, который практически на видео мы все видели о том, что он участвовал в расстрелах майдановцах. Его почему-то судья решила достаточным доказательств, точнее отсутствие доказательств для того, чтобы его выпустить. А тут несравнимые преступления и человека садят под арест. Вот это вызывает вопросы к судям. А если это вызывает вопросы к судям, то к судебной системе. Да ничего не изменилось, потому что ее не было. Мы ее унаследовали с Советского Союза. Мы свою судебную систему не построили. Не изменения, пожалуйста, они не с ним порвали. Снова я не знаю, а полутора задают. Так все, я думаю, что вы выбрали. Я очень уважаю ее, но вы знаете, тут звинувачение на бік все же таки внутренних справ, Министерства внутренних справ. И я хочу зазначити, что эти люди, которые погибли 31 серпня, они погибли в центре столицы, в найбезопасном месте, на мирном зібране граждан. Если мы говорим о том, что у них были бронежилеты какого-то там не такого уровня, то, извините, они не на войне стояли. Они стояли перед парламентом, перед законодательным органом. Больше того, если кто-то говорит, что эти парламенты, которым было немного больше, чем 20 лет, они стояли спиной прямо до Верховной Ради. Они стояли за всема, біля самої будівлі. И никто не рассчитывал, что, снова же таки, на мирном зібране кто-то кине гранату. И эти парламенты, которым было 20-23 лет, они погибли в центре столицы. И вы знаете, еще одна теза, что не можно сейчас обвинувачивать свободу, или окременных политических лидеров, начинщиков на Майдане и перед Верховной Радой. Я считаю, что политические лидеры, такие как министр внутренних справ, премьер-министр, президент, они однозначно должны говорить народу Украине, где есть небезопасность. Чтобы больше на такие мирные митинги не ходили мирные люди и не получили осколочные поранения просто в голову, в очи и все тело. Там, к сожалению, не только осколочные, там же и суставы порезанные, там очень проблем много. Можно я два слова скажу, а вы чуточку помолчите, потому что мы немножечко начинаем ходить по кругу и повторять одни и те же тезисы, которые в принципе... Давайте по судебному систему поговорим, хотим менять, вы же не голосовали за Конституцию. Секундочку, Дмитрий, Дмитрий. Да, там изменения, ну как нет, ну вот она внесена. Дмитрий, вы потом еще у вас будет возможность в перерыве поговорить об этих деталях. Да, да, да. Секунду, судебная система внесена. Значит, вот смотрите, на днях, вчера, по-моему, господин Паэт выступал и сказал о том, отвечая на вопрос, что его больше всего беспокоит в этой жизни. Я имею в виду посол Соединенных Штатов в Киеве, не последний, в общем, человек в отношениях между Украиной и Западом. Он сказал, что больше всего его беспокоит сплоченность демократической коалиции. А вот то, что у нас сегодня в студии происходит, в очередной раз подтверждает это беспокойство, что договариваемся с трудом, во всяком случае, мне так кажется, даже здесь переходим на личности, на повышенный тон и прочее, и прочее, и прочее. Знаете, у нас есть еще одна тема, на которую я бы хотел перейти, а иначе мы на нее никогда не перейдем, а тема важная. Это споры по поводу предстоящих изменений в Конституции, связанные в том числе и выборами, и с Минскими соглашениями. Вот мы всегда задаем какой-нибудь вопрос, проводим голосование на нашем сайте. Сегодня мы задали вопрос, что еще нужно для выполнения Минских соглашений. Вот посмотрите, какие мы предложили варианты ответа. У нас есть, возможно, только четыре варианта ответа. Значит, имеется в виду дополнительно, что еще нужно. Новые санкции Запада против России помогут довести до конца процесс выполнения Минских соглашений. Украина должна пойти на уступки. Кремль должен проявить политическую волю к миру. И четвертый вариант. Минские соглашения выполнить вполне совсем невозможно. Какой вы вариант выбираете здесь присутствующий? Новые санкции против России. Самый популярный будет ответ. Еще варианты. Николай Валь. Вы знаете, Евгений Васильевич, два момента. Первый момент, я считаю, что их для начала нужно выполнять. Всем сторонам. В первую очередь и Украине, и всем участникам этого процесса. Это раз. Поэтому, если они есть, а есть соглашения, то нужно выполнять, а не выдумывать новые. Это первое. Второе, что для того, чтобы... Мы должны понять, что другого варианта, кроме минских соглашений, на сегодняшний день не существует. Минские соглашения... Вот это словосочетание стало какое-то последнее время определенной мантры. И говорят, вот их выполнить невозможно. Если их невозможно выполнить, тогда нужно, чтобы власть предложила другие пути выхода из этой ситуации. Мы обсуждали во фракции этот вопрос в отношении минских соглашений и перед голосованием по конституции и так далее. И была мысль о том, что действительно, если бы был другой вариант со стороны власти, который действительно принес бы мир в Украину, мы однозначно поддержали бы его. Потому что в первую очередь для страны нужен мир. Все остальное это вторично. Они называются минские соглашения. Как угодно еще, главное, чтобы страна получила мир. Ну а из этих четырех вариантов вы все же что выбрали бы? Как ответили? Из этих четырех вариантов, я считаю, что должен быть пятый, выполнять соглашение. Полетна, а вы что скажете, Елена? А, на самом деле, если выбирать из четырех вариантов, то однозначно мы говорим о новых санкциях против России. Это единственное, это давление, все, что возможно. Но мы должны же быть реалистами. Россия не выполняла и не выполняет минские соглашения. И скоро они прекратят свое действие. И сегодня Петр Порошенко четко заявил, что никакого продолжения срока действия минских соглашений не будет. И я боюсь, что уже к концу года мы зайдем в тупик. И я согласна, что мы должны предлагать что-то другое. Так вот, это другое не должно смешивать и выполнение международных каких-то обязательств, либо политических обязательств, и потерю суверенитета Украины. Мы можем долго спорить про Конституцию. Сейчас зайдем опять на очередной круг споров и, я думаю, взаимных обвинений. Но, тем не менее, нельзя торговать государством и суверенитетом государства ради того, чтобы выполнить какие-то эфемерные документы. Это даже не соглашение, в которых одна сторона не выполнила ни единого пункта. Я считаю, что потеря суверенитета. Я напомню, что нарушение, самые страшные военные преступления, которые мы наблюдали, обстрел автобуса у блокпоста в Волноваке, обстрел микрорайона Восточной в Мариуполе, обстрел Сартаны, траурной процессии и недавние последние теракты, которые случились буквально несколько недель тому назад, опять обстрел Сартаны, опять атака на Волноваку, происходит во время действия Минского договора. Минский договор несовершенен. Он не включает санкцию за нарушение его условий. Иными словами, когда происходит с той или иной стороны эскалация, нет механизма, чтобы это остановить. Нет ситуативного реагирования. И люди как раз каждый день погибают именно из-за того, что включается жуткий механизм согласования, где-то в Минске собираются группы. Этот процесс теневой нам непонятный и закрытый. И поэтому мы абсолютно не понимаем, что там вообще происходит и каковы могут быть гарантии. На сегодняшний момент комплекс этих соглашений выполнить невозможно. Это правда. Вторая правда. Так вы какой вариант выбираете? Я? Выполнить невозможно. Можно, я все-таки, можно уточнить? Во-первых, я с вами. Я с вами, я тоже, простите. А я не с вами. А вы сейчас мне будете возражать. Но я хочу сказать, что я с трудом себе, при всем моем уважении к тем вещам, которые декларируются с высоких трибун, и представителями российской власти, и представителями Запада, Европы, Америки, ну, я не могу представить себе, вот как Россия уйдет оттуда, и как она согласится передать опять государственную границу между Россией и Украиной под полный украинский контроль. А без этого, господа, ну не будет никаких Минских соглашений реализованных. Это не значит, что это тупик. Ну, уже новый раунд. Но я с вами согласен, поэтому я выбираю... С другой стороны, это все вернется новыми санкциями против России. Я с вами согласен, поэтому я сразу выбрал вот этот. Какой? Нижний. Нижний? Да. Политическая воля кремля. Политическая воля кремля. Хорошо, давайте посмотрим, а какие на самом деле у нас варианты получили больше или меньше поддержки при голосовании. Так. Новые санкции против России, вот вы выигрываете. Прогнозирую, Роматан. Престудию, да? Илья Алексеевич, можно продолжить? Да, 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 пожалуйста. А потом вы, Викторий. Да. Ну, во-первых, давайте. Минские соглашения все-таки не договор. Мы с вами почти в меньшинстве, Константин. Это не договор международный, он не ратифицирован и так далее. Да, это во многом продукт дипломатии, дипломатических политических усилий. Это первое. Во-вторых, понимаете, есть такое выражение. Политика искусства возможного. Но все-таки правильнее сказать, что политика – это всегда искусство невозможного. Как говорили в мае 68-го года студенты, будьте реалистами и требуйте невозможного. Вот такая сегодня политика. Поэтому можно говорить, выполнить невозможно. Это парализует волю у политиков. Если политик будет говорить, что выполнить этот или это невозможно, он не политик. Уходи из политики. Это третий момент. Что касается Минских соглашений. Других нету. Что там важно в Минских соглашениях? Вы сказали, мы возвращаем контроль над границей. Потому что государство, тогда государство, когда оно контролирует внешние границы, тогда оно нормальное государство. И внутри, и вне. А у нас что? У нас внутренняя граница по Донбассу. Пока, слава богу, военная. А не политика административная, не финансовая, не экономическая. Но военная. Поэтому что надо сделать? Эту границу надо военную убрать. Линия соприкосновения. Вернуться к той границе, которая сейчас не контролируется. И надо давить. Давить и санкции Мина России. Дальше. Дальше. Секунду, дайте Викторию сказать, а то у нас время кончается. Вы знаете, я хочу сказать, ну взагалі, виконати їх неможливо. Я бы цей вариант взагалі бы не вставляла в це голосование. Я хочу сказать, что меня, что меня, что меня, не очень удивляет ситуация, что все абсолютно народные депутаты говорят про первый вариант новой санкции против России. И даже, в частности, депутаты, которые голосовали против изменения в Конституции. Но это же очевидно, что все депутаты, которые общаются с членами Европарламенту, с дипломатами, все абсолютно знают, что если бы не произошло этого голосования, то никаких новых санкций не было бы. Больше того, не было бы ни новых, но бы еще старые санкции. Поэтому давайте, пожалуйста, говорить честно, правду, быть последовательными. И еще другой момент, який меня удивует. Нам нужно говорить не про то, что сталося біля стен Верховной Ради, а про то, как забегти повторению таких самых подій. Гунат считает. Разберемся, Илья, и в этом у других вопросов. Мы переходим к заключительной части программы «Черное зеркало», очередного выпуска нашей программы. И вот я вам должен о чем сказать, что у нас вообще на самом деле сегодня день громких задержаний. Сегодня отправили под домашний арест главу Госавиаслужбы Дениса Антонюка, вокруг которого немалые страсти кипели в последнее время. Сегодня арестован, ну точнее задержан, если быть аккуратным. А вот сейчас нам показывают режиссеры, включили видео другого громкого задержания. Да, 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 да. Сегодня задержан целый глава службы занятости, государственной службы занятости. При получении взятки в 600 с лишним тысяч гривен. Вот. И последняя новость. Задержан Янгаленко, комбат слабожанщины. Слабак. И подтвердил это военный прокурор Матиос, и СБУ также подтвердило, что задержан он по подозрению в организации покушения на... Простите, задержан он по подозрению в организации убийства Олега Ширяева, командира одного из подразделений Восточного корпуса. А у самого господина Ширяева на его странице в Фейсбуке появилась запись. Я не знаю, мы можем сейчас эту запись показать или еще нет. Можем, да? Позже. Позже. Появилась, короче говоря, запись на странице Ширяева в Фейсбуке, где его киллеры, люди, которые подозреваются в том, что они готовили на него покушение, это самое покушение обсуждают. И кроме того, по словам Ширяева, Янгаленко якобы собирался ликвидировать также народного депутата Белецкого, командира полка АЗОВ, и бизнесмена Всеволода Кожемяку. А также главой МВД Арсена Авакова. Да, и Авакова собирался. Да, и главой МВД Арсений Авакова. Вот такие дела. Андрей, вы хотите прокомментировать это задержание? Мы вернемся, я обязательно, да. А насколько я понимаю, батальон «Слабожанщина» принадлежит, то есть подпорядковывается, да, самому МВД. Что это за новость? Знаете, я как раз на початку своего выступа минулой частині, я как раз зазначал про це затримання. И это как раз и говорит про те, что сейчас все, даже те герои, которые были героями, которые были героями, они все равно отвечают за свои действия. И сейчас, когда этот пан Янголенко, он просто перейшел уже межу дозволенного, он организовал несколько людей, которые действительно должны были совершить замах на убийство. То есть, совершить убийство, они только сгодой до того, что они должны совершить убийство, несколько людей, которых вы сейчас зацитовали, и в том числе министра внутренних справ Авакова. Про это есть аудиозаписы, есть отстежения, и его сегодня было затримано. То есть, у нас получается, как за те, что на фронте, так война в тылу, что ли? Знаете, на жаль, на жаль, мы сейчас видим неадекватность деяких наших героев, на жаль. Мы должны констатовать то, что... Какой по счету это батальон, который... Это батальон Слобожанщина, так. Какой по счету уже на сегодняшний день это батальон МВД, который втянут в очередной скандал? Я не хочу даже рассчитывать, вы знаете, но хочу сказать... Мы помним торнадо. Хочу сказать только то, что действительно есть неадекватность, оскільки мы сейчас видим, что человек, который приходит с фронта, иногда стоит просто со своей психикой, порушенной там. Не может ее просто вгамывать. Андрей, я к чему веду? Я к чему веду? Это как минимум третья громкая история за последние несколько месяцев. Да, за последние несколько месяцев связанная с батальонами. Что не так с самими батальонами? Что там происходит? Я думаю, что это, по-перше, связано как раз с психическим станом наших героев. Это, по-перше. По-друге, это связано с тем, что... Я своему другу Кожемяке звонил, и вот у него абсолютно такая же реакция. Просто неадекватность одного отдельно взятого человека. Вот Кожемяка, мой друг, я разговаривал с ним перед эфиром. Я говорю, слушай, что там? Он говорит, ну просто неадекватные люди, понимаете? Поэтому мешать батальоны, считать какой там... Абсолютно правильно. Не иметь такого отношения. Просто неадекватный человек. Это, по-перше, это субъективный фактор некоторых людей. Он сам человек решил организовать один, что ли? Один... Я вас прошу, не перебивайте. И эти затримания, как раз вы говорите, один, другий, третий батальон, это говорит не про то, что кто-то там где-то неэфективно работает. Это говорит про то, что как раз МВД есть открытый. И если бы они могли затиховать все это, где-то это приховать, но министр внутренних справ делает затримания, поскольку эта людина подходит затриманию, она является злочинцем и, соответственно, до закону, должна быть протягнута до ответственности. Поэтому, в принципе, сейчас и происходят такие вещи. Но сейчас есть вопрос в том, каким образом нам реабилитировать этих людей, которые сейчас приходят с фронта... Действительно, ведь их может быть не 10, не 20, их могут быть сотни. Поэтому, в принципе, я думаю, и происходят такие и лучшие затримания, и, на жаль, иногда злочины. Да, пожалуйста. Шановные украинцы, вот я прямо сейчас хотел бы сказать, вот буквально 20 минут назад на всю Украину в прямом эфире прозвучала отверта брехня про то, что никто не сидит, виявляется, после 31 числа, что Сиротюк первый сел. Так вот я читаю прізвища людей, которые сегодня запроторены за грати. Сосна Игор, Дескат Максим, Кінчин Сергій, Крайник Сергій, Раціо Володимир, Горцков Володимир, Логвин Олексій, Бойко Вячеслав, Маршала Богдан, Олійник Игор, Тицкий Богдан. До речи, в трех местах переламана рука у него. Ему робили операцию, и его прямо в суде, непритомнило от боли, кидали за грати. Логвин у 16 лет, пацану, взагалі, неповнолетний, сидит. Бурлик, Мельничук Марко, Райф, Боліоз Михайло, Фурманюк Артем, Криворучкін Михайло, Магала Богдан і Сиротюк. Разом 17 людей. Ви хочете сказать, что 17 людей гранату кидало одну? Что это происходит? Это сейчас прозвучало брехня. Ви выкручуете сейчас все это в ужно-потельни. Потому что ваш Авако, он на всю страну взял на себе роль Вишинского, он взял на себе роль Берии, он взвинувачивает людей, он организовывает сталинские трики. Сейчас на всю страну льется брехня. Люди невинные сидят за грани, неповнолетние сидят, покалеченные люди сидят. Ви хочете сказать, что милиция не засосовывала силу там 31 числа? Там Беркутни не было? Какаясь до сих вся служит в МВС, не иллюстрована? Вы про Сиротюка рассказываете? Так покажите все в видео. Там вы думаете, что он с Тим Кийком туда пришел? Андрей, но я все же хочу напомнить о том, что кровь пролилась с одной стороны. Он защищает себя, потому что Берия будет в этих днести, и он не имеет права ему первые дня ломать носа, и будет давать сдачи. Потому что они за всеми стояли на Майдане, чтобы сегодня калечены неповнолетние. И сейчас брехня далеко не льется. Вот буквально правда зараз прозвучала. 17 людей сидит. И еще сколько будет сидит. Сегодня Руслану Андрейку, депутату Киевради от Свободы, милиция вручила подозру за борьбу с незаконными забудовами. Взагалі немає ніякого отношения до 31 числа. Но сейчас все свободы по всей Украине Вы нас не посадите Вы нас не закрите Янукович нас не закрив И вы нас не закрите Слава Украине Я хотел бы, не втручаясь Ваш пир Попробуйте выступить Я хочу просто звернути увагу На очень важное Уже говорилось, что слово может вбить И я просто до политиков Звернусь до вас Вы тричие Вжили такий термин Где это про неадекватность наших героев Для меня Послушайте Навіть, если вы сказали Неадекватность наших деяких героев Яки как раз Фігуруют в цих криминальных фронтах Можно? Дивите, вы коллега из фракции Народного фронта Народный фронт, когда шел на парламентские выборы Ставил этих героев На трибуну И говорил, что это наши герои Мы сильная фракция Мы сильная партия Мы пришли для того, чтобы змінить эту страну И потом член фракции Народного фронта Я вважаю, что вы маете Вибачить сейчас Говорите, что некоторые наши герои На жаль, неадекватные А если некоторые герои думают, что неадекватные Я не сказал про героя Я процедуровал людину, яка волонтерна Про персону Про персону Не героя, как элемент социума Не может так говорити Політик Про ту ту герою Яка Зараз вчинила злочин Ви не розумієте, про що йдеться Ви не визначили, що він вчинил злочин Я вас дуже прошу Не перекручую Це називається Якщо я скажу щось погане Я боюсь полу, вибачусь Ви фактично Ви фактично підливаєте Зараз масло для того Про мої слова Це є некоректно Я закликаю вас Відповідально вживати слова Не можна говорити Тарас, Тарас Я погоджуюсь повністю По-перше, не можна всіх під одного гребінку По-друге, ми повинні ще розібратися А в мотивах Чому люди, які повертаються з фронту Не хочуть вчинити дії Відносно корупції Яка не змінилася Вони хочуть змінити Вони хочуть Ні Ми повинні розуміти Чому не була надана психологічна реабілітація Чому людей Чому людей Тому що Знаєте, коли були потрібні захисники Ми їх не називали неадекватною А тепер Вибачте, будь ласка Вибачте, будь ласка А це робота державних конституцій Війна, герої І правильно, це герої, які захистили Україну Але потрібно ще враховувати один момент Війна, війна, це насилля Неважливо, справедливе чи несправедливе, але насилля І війна, це, знаєте, в певних епізодах, а можливо в цілому Російську мову це расчеловечування І оцей опит А чи досвід насилля І досвід расчеловечування Він часто приноситься в мирне життя І перше Герої не можуть себе знайти В мирному житті Тому що вони звикли бути героями Героями, які використовують насилля На війні насилля ми сприймаємо В мирному житті ми не сприймаємо насилля Це перше І по-друге, бачите, війна, вона відбивається на нашій внутрішній ситуації Тому що ми оцей досвід насилля використовуємо В розв'язанні політичних конфліктів Політичні конфлікти мають розв'язуватися мирним шляхом Компроміси, перемовини, домовленості Те, що називається парламентщиною В негативному сенсі, але парламентаризм, він такий і є Кулуарними способами, парламентськими методами Але ми приносимо оцей досвід війни в нашу внутрішню політику І 31 серпня це досвід війни в мирному житті І тут не спрацювала МВД Помилки зробила свобода, тому що ви виводите своїх людей Ви маєте їх контролювати, ви маєте відповідальність нести За те, щоб не було крові, насильства і таке інше Але і влада зробила помилки, тому що не потрібно було Зводити всю цю історію до вини свободи І звинувачувати свободу в тероризмі Так? Так, це може бути хуліганство, це може бути бандитизм Як завгодно може бути названо, але не тероризм Але висновок який? Потрібно повертатися до мирного життя Якщо ми хочемо, щоб Мінс-2 був виконаний Якщо ми хочемо далі рухатися в реформах Якщо ми далі хочемо рухатися в європейському напрямку Європа – це мир Європейський Союз – це досвід миру Він і створився для того, щоб не було воїн Європейський Союз – проєкт Європейського Союзу Це мирне життя, це дипломатія, це компроміси Толерантність Тут, на шоу В телебаченні, в парламенті такі інші А не агресія А ми агресія І, до речі, якщо ми будемо далі продовжувати агресію, насильство В мирному політичному житті Ми програємо, а виграє Путін Понятно А от у мене вопрос, кстати, к вопросу о мірі К вопросу о том, що перестали стрілять К вопросу о том, що забрежила какая-то надежда Питається, що називається, отрулити назад Наскільки це все відповідає Дійсність, які там реальні Ізменіні відбуваються? І ли це дійсно Коє-то временне перемирію? Є тут якась відбувається? То, що наблюдається зараз в Донецькій Единственне, о чому можна говорити суверенністью Це то, що радикальне крыло ДНР, ястреби Среди його руководства Меніються на голубей На тех, хто способен договариваться Потому що Андрей Пургин, сміщен із поста Глави парламента Один із основателів Общественного організації Донецька народна республіка Которая в 2004 році Работала в Донецькій В принципі була маргинальна Оказывая политичні услуги партии регіонів Под выборы, коли їм це було потрібно Денис Пушилин – це чоловік Который в Донецькій возглавлял МММ Тобто роботав поставщиком пехоти І був, по сути, нанят Кремлем Для того, щоб максимально вовлеч В цю ДНРовську історі Як можна більше людей Чоловік абсолютно управляемий Тобто, якщо Пургин – це такий чеховський персонаж Глубоко убежденого, п'ючого трагика То Пушилин – це, безусловно, крайне циничний Очень управляемий человек І сьогодні він поставлен во главі Представітельського органа От імени которого Тепер ДНР должна сказати, що вони Настроені на мирне разрешення конфлікту А Пушилин вже говорить, що він Чуть ли не в выборах собирается Принять участие Я не удивлюся, що він в українських выборах Об'явит, що він хоче приймати участие Так вот, вже об'явил на самом деле Внутри Донецка на самом деле Эти события вызывают очень мало интересу людей Потому, що там на защиту Пургина В достаточному количестві, щоб розв'язати ще не одну войну А сейчас ми наблюдаємо, що міняється сезон Ми видим, що з-за закулисних игр Преждевременно Скільки она не є стороною цих соглашений Ну це старая песня, извините В принципі Соглашение о прекращении огня І с соответствующими механізми Мониторинга і верификації Отвода, неотвода Сохранення, розпространення Оружія, легкого чи тяжелого Це перше І второе, що в одну корзину положили Це вопросы мирного урегулировання Которые включають внутренні конституціонні изменения Принятие закону, що є суверенним правом Государства Україна Якщо воно суверенне, независиме В цьому є ключова проблема Поэтому, в тому вигляді, в якому вони существують сейчас Максимум, що можуть сделать Минські соглашения І для цього действительно нужна добрая воля Кремля в першу очередь Потому що вони дають прикази Донецьким сепаратистам і луганським сепаратистам Що робити, а що не робити Коли стріляти і скільки стріляти І максимум, що можна добитися Временного такого нестойкого перемиря Которого потрібно Путину сейчас Для того, щоб совершити визит в Нью-Йорк На Генеральну ассамблею ООН Который потрібен для того, щоб показати Що Россія является действующим лицом В конфлікте на Ближнем Востоке В Сирії в частности Который нужен Путину для того, щоб Выграти время і расколоть Європейський Союз Як він це робить зараз Но Росія в принципі пошла на ці соглашення Як третя сторона І максимум, що просить від Росії колеги І з Гермії і Франції І тут потрібно віддати должні Ангелі Меркель, яка робила то, що багато від неї не ожидали Твердо і активно действують Це поддіювати Пожалуйста, господин Путин Поддіюйте, і ви знаємо Влияєте на Донецьку народну республіку І на Луганську народну республіку Тому що потрібно робити? Давайте поставимо вопрос А що потрібно робити в цій ситуації? Є срок Минських соглашень Вони істекають 31-го року І президент, ще раз напомню, сказав сьогодні, що Продолження не буде Якщо в цьому року не будуть реалізовані Минські соглашення То этот процес не буде продовжувати Президент Обамо в іюні, во время самміта Большой Семерки В Германии Сказал, що якщо дипломатический путь Покажет свою неэффективність Нам потрібно думати, чим його замінити Какий новий формат може бути? І тому є пропонання Був Женевський формат Зараз кажуть, що вже поздно поїзд ушов Але ніколи не поздно Привлечі І почему ми не говоримо о Будапештському меморандумі? Вот нам кажуть Ви должны щось зробити, щоб ми могли сказати, що Минські соглашення виконяється Наша позиція Ви должны щось зробити, щоб ми могли сказати, що Будапештський меморандум виконяється Коли Україна віддала 1652 ядерні боеголовки Третій арсенал в мире В обмен на гарантию Территориального целостности, суверенитету і независимости Поэтому, естественно, роль должна быть Соединенных Штатов Америки Естественно, должна роль Великобритании Естественно, должна быть роль Франції Тут, подождите, знаєте, ще Франція може свою роль сыграти Ви обратили внимание на интерв'ю в четверг, которое дал бывший президент Саркози, да? Саркози, да Который сейчас, судя по всему, буде бороться за реванш Очень интересная привязка Я в своє время был во время войны А можна я просто процитирую то, що він сказав, да? Сказав він буквально следующее Причем він сказав це буквально по следам событий, связанных с тем, що Россія стала наращивать своє военне присутствие на Ближнем Востокі Стала посылати дополнительну техніку, вооруження И, в общем, ясно, що йдет военне вмішательство России в конфлікт в Сирії Так вот, Саркози сказав, ми нуждаємося в России для борьби з ісламським государством Надо перевернуть страницу холодной войны з Москвою Ну, дальше, все остальное, що він там говорив, це якби второстепенно То есть, по сути дела, у Путина, у його плана разменять поддержку борьбы против ісламського терроризма якобы на Ближнем Востокі На більш мягкую позицию по отношению к Україні Знаете, Евгений, в связи с этим два наблюдения очень коротких В своє время, коли в Грузії была война в связи с агрессией России Я был представителем правительства України в Грузії Был в Грузії, когда еще продолжалась эта агрессия Российские танки остановились в 25 км от Белиси Тогда Франция председательствовала в Европейском Союзе Президент Саркози Он совершал то, що называется дипломатическим языком, челночну дипломатию Появились шесть пунктов Саркози В результате которых, ну, фактически, я думаю, Михаил Сякашвили може много об этом рассказать Но фактически мы сказали, или это ты принимаешь, или мы не гарантируем, не сможем дальше остановить это наступление Что сейчас есть? Сейчас есть Южная Осетия и Абхазия Которые фактически, де-факто, являются частью Российской Федерации Эту территорию сейчас потеряно для... И существует не исчезла угроза того, что иными способами будет подрываться суверенитет Это первое. Второе. Кроме Ближнего Востока и кроме того, что Россия хочет, ну, как бы, сбалансировать свое меньше, чем ожидалось успешное наступление в Украине С ее ролью как глобального актера на Ближнем Востоке и в других Есть другой аспект, на который нужно обращать очень серьезное внимание И он находится за пределами Минских соглашений Речь идет о долге Украины, когда правительство Янукович и Азарова взяли у России В обмен на то, что не подпишут соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 3 миллиарда долларов кредита В декабре месяце Украина должна отдавать этот кредит В декабре месяце Что хочет Россия сейчас? Россия попытается, по моему мнению, связать этот вопрос И возможность каких-то компромиссов, конечно, которые будут Покажут, что у России есть добрая воля С вопросом о транзите газа из Российской Федерации через территорию России в Западную Европу Сейчас состоянием на сегодня, на сегодняшний день В хранилищах Украины, на западных границах Не хватает от 5 до 6 миллиардов кубических метров газа Для того, чтобы пройти зиму не только в Украине Но чтобы Европа не замерзла, нужно еще 5-6 миллиардов Если будет эта связка То тогда расчет Путина, по моему мнению, может состоять в том Что он сможет добиться первого Показом своей, как бы, пользы в урегулировании в Сирии Сирийского конфликта И с другой стороны, уступок по Украине В этом, главное, для нас, с вами, украинцам, существует опасность Поэтому, когда мы говорим о дипломатах, с которыми вы общались и так далее Ну, мы все-таки должны немножко глубже смотреть Существует четкое понимание Что в данном случае Минск, которому уже больше года, кстати 5 сентября Минск-1 был подписан Который был признан, как бы, декоративной дорогой к миру Он не привел После февраля, когда был подписан Минск-2 За период, который сейчас Погибло вдвое больше людей, чем за тот же период До подписания этого соглашения И когда говорят, ну что, у нас нет альтернативы Знаете, если есть критическое мышление Если это понимание, что мирный план не работает Нужно думать, какой другой мирный план И какие изменения в жизни Наши предложения Пожалуйста, Мария, вы хотели что-то добавить Предложения все-таки Я быстро закончу Первое Мы продолжаем наставить И, кстати, Баткевщина это предлагала с самого начала Вы не дадите мне соврать Что нужно возвращаться в женевский формат Что такое женевский формат? Это возвращение за один стол Европейского Союза Соединенных Штатов Америки Как гаранта территориальной целостности И ядерной державы тоже России и Украины Чтобы Россия была стороной Переговоров, которая несет ответственность А не так, как сейчас Песков говорит А мы не являемся стороной минских соглашений Мы их не должны выполнять Это минимум, что нужно сделать И для этого и должна работать дипломатия А не говорить, что нет альтернативы Мария Мне кажется, что совершенно очевидно Что эту войну начал лично Владимир Путин И закончить ее может в значительной степени Только Владимир Путин И мне кажется, что Мне кажется, что Не будет такого, что Европа сможет Не важно, Сирия, не Сирия Что говорит Франция Простить и оставить эту ситуацию Что Украина осталась оккупированной А Россия занимает какую-то Пускай даже выгодную позицию По Сирии Или почему-то еще И что это просто так пройдет И это все забудут Мне кажется, что здесь это очень чувствительное Для всего мира Очень чувствительное для Европы И это та вещь, которая Ну, она не рассосется Чтобы Путин уже не сделал И это никто не простит Чтобы он не сделал Хотя я так понимаю, что всех Всех очень беспокоит Что у Путина нет выхода Всех беспокоит Что он действительно один Все это решает Он один эту войну ведет У него все под эту войну выстроено И тем сложнее прогнозировать его действия И у него нет выхода Все боятся того, что Да, вот он поймет, что все потеряно Ну и нажмет на эту кнопку И уничтожит всех И я вот тоже беседовала с дипломатами И, ну, не знаю, я слышала Что вот такую позицию Что да, вот возможно Ну, хоть как-то ему создать Вот эту какую-то видимость Хоть как-то отвлечь его внимание И создать ему какое-то Ну, какое-то ощущение Хоть какого-то выхода Да, Николай Я, вы знаете, вот Отношение России к Украине Все годы независимости Было, мягко говоря, неоднозначное Но вот на любом ток-шоу Во все времена независимости У нас звучала всегда Фамилия действующего президента Будь то Кравчук Ющенко Кучма Или Янукович Сегодня в зале Вот сегодня в студии Фамилии Порошенко Я не являюсь сторонником Нынешнего президента И, наверное, не мне адвокатировать его Но в данной ситуации Я считаю, что мы должны повернуться Вот политика и позиция Да, безусловно Действия России, мягко говоря Недружественны по отношению к Украине Но позиция, когда мы во всем видим Исключительно внешнего врага И все выстраиваем под то Что вот именно этот внешний враг Он всем управляет И очень много звучала фраза о том Что 31 августа Это все он сделал Под Верховной Радой С разных сторон И со стороны Свободы, которую обвиняют И со стороны Народного фронта, которую обвиняют Нам нужно понять Что нам нужно повернуться внутрь себя Когда представитель Свободы говорит Что ваш Аваков Когда был Махницкий Это был наш Аваков Их Аваков А теперь он ваш Аваков Когда вместе Когда вместе Они творили беззаконие Это было нормально А когда теперь Они творят их по отдельности И находятся по разной стороне К вопросу о России Николай, перебью вас Вот вы знаете К вопросу о России У меня к вам вопрос как к одесситу Да Вот ваши Значит земляки Заседающие Там В законодательном собрании Как так вышло Что даже на обсуждение Не то что не проголосовали Даже на обсуждение Не поставили резолюцию Я вам расскажу как это было О признании России агрессором Я вам расскажу как это было На этой неделе Представитель Значит данный проект решения Выносился Представителем партии Солидарность Депутатом горсовета От этой партии И этот представитель Партии Солидарность Господин Наумчак Свое решение Отозвал То есть свое решение Он не стал Настаивать на том Чтобы оно голосовалось В зале Поэтому Одесский городской совет И не голосовал За это решение Поэтому Выдумывать какую-то Конспирологию В этом вопросе Что Так дело было Мария Так дело было Вы же Драка Мы говорим о формальной стороне вопроса Давайте скажем что Путин опять виноват Это он зовет Я вам говорю о формальной стороне вопроса Господин Наумчак Представитель партии Солидарность Внес это решение А потом сказал что давайте мы его голосовать не будем И все Это вот так же обманывает себя вот этой формальной стороной вопроса Как вот начинается история про законы Нет формальной стороны вопроса Есть фактичная сторона вопроса Путин является агрессором Это очевидно всем В том числе и в России в том числе тем людям, которые смотрят телевизор, и эту агрессию поддерживают. Кстати, не всем похоже это, очевидно. У меня задали конкретный вопрос, а вы опять передергиваете на... А вот тоже задается вопрос, Путин агрессор или нет? Вот снова задается вопрос. Ребят, вы, ребят, вы знаете, вот ваши вот эти штуки, то, что Россия, еще раз повторюсь, к нам относилась всегда недружественно, это было все 24 года, но все президенты умели с ней договариваться. А нынешняя власть довела до той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Василий, 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 вы что-то хотели сказать. Василий, Василий, у нас тут... Васьпожа Гайдар, занимайтесь социальной сферой в Одесской области, где вы не сделали ничего пока, кроме общих разговоров в телевизор. Дві складовых дискуссий. Внутрешнюю политичную зону, еще и мы перестрируем з одни и на иншу. Так вот, я, слушая внутрешнюю политичную дискуссию, дав собі відповідь на питання, а чому раптом на Донбасі перемир'я? Очевидно, що Путіну аналітики принесли аналіз тутишньо-політичних процесів, показали, що відбувається в країні. І він зрозумів, що ему уже не треба більше стріляти, що краще просто встати в сторону і почекати, поки політичне керівництво, політичний клас-політикум, от такими тенденціями, які ми зараз бачимо, зможе сам завершити справу, яку Путін хоче зробити, без градів, без своїх чоловічків і так далі. Я минулого тижня отримав опитування GFK щодо ситуації в Україні, яке, я думаю, не до часу буде оприлюднено. І дві цифри мене вразили. Перше, 55% громадян України, говорять, що їм не вистачає коштів на харчі і їжу. 55% громадян України. А друга цифра ще страшніше. 82% України відчувають відчудження від держави і влади. 82% 4 з 5 українців вважають, що ця влада не представляє їхні інтереси. У нас попереду зима, ще гірші соціально-економічні умови, підвищення тарифів, ситуація стає вибухонебезпечна. І за цією ситуацією варто тільки ще одну іскру вкинути, і країна просто вибухне. І чому політики цього не розуміють? Чому таке важливе питання Конституція, яке має відображати суспільний консенсус, президент ламає через коліно суспільство політику, немає ніякого обговорення суспільством, якою вони бачать цю Конституцію. Вкидаєте це в парламент. Тут тільки треба дійсно комусь, якомусь хорошому технологу вкинути оцей сірничок. Чи провокація, чи емоційна нестримуна людина, немає значення. Ситуація доведена до вибуху. І все, що ви маєте зробити, шановні політики, це не допустити цього вибуху. Спілкуватися з суспільством, не з собою, не між собою. Ви дуже правильно сказали про те, що дуже важливо, сьогодні на Ялті говорили про необхідність того, щоб керівництво політичне зберегло єдність. Це не важливо. Треба, щоб керівництво і суспільство зберегло єдність. Якщо люди не відчувають, що це їхнє керівництво, що це їхнє влада, тоді ця держава немає майбутнього. Дякую. Я надеюсь, що політики услышали цей меседж, як щас принято говорити. Але, к сожалению, що вони по цьому поводу думають, ми поговоримо вже вступний раз. Время з'явити, господині. К сожалению, програма подошла до конку. Встретимся в цій студії через неделю. До зустрічі. Дякую.